Глава 10. Знание. Истина. Факт. Итак, мы разобрались с понятием «реальный мир» и даже дополнили его пониманием времени. Это уже неплохое начало, чтобы учиться мыслить грамотно, но все же недостаточно, чтобы эффективно познавать мир. Изученные нами понятия в первую очередь были важны для построения индивидуальной картины мира. Но поскольку познание гораздо выгоднее осуществлять коллективными усилиями, людям нужны эффективные способы обмена информацией, что подразумевает наличие соответствующей понятийной базы. Одно из важнейших понятий, которое помогает передавать при общении отношение индивида к определенному набору информации – знание. Изучая мир, данный нам в ощущениях, мы периодически открываем некие новые принципы устройства либо действительного мира в целом, либо его отдельных частей. Если мы достаточно точно и безошибочно определяем такие принципы, то такая вновь открытая информация может быть актуальной для нас в течение очень долгого времени, повышая нашу эффективность при решении жизненных задач. К примеру, поведение земной гравитации остается весьма стабильным на протяжении миллионов лет. Его главные закономерности были описаны людьми несколько веков назад и с тех пор лишь обросли множеством мелких подробностей, которые не меняют общей картины этого поведения в пределах земных условий. Это позволяет делать точные расчеты при планировании строительства, полетов, стрельбы и других задач. Наша биологическая задача диктует нам, что открытие максимально надежной и актуальной информации об устройстве мира является для нас обязательной и постоянной целью. На пути к этой цели, в зависимости от степени осмысления информации, собранных отзывов о ней и проверки ее на практике, мы можем проходить несколько стадий отношения к интересующим нас аспектам бытия. Полное невежество. Когда мы не знаем вообще ничего об интересующем нас предмете, и любая наша попытка использовать его в нашей деятельности является риском, даже величина которого не поддается оценке. Когда у нас есть малое количество разрозненных данных, которые невозможно истолковать однозначно, но появляются первые версии полной картины, которые помогают сузить направленность дальнейших исследований и таким образом ускорить продвижение к цели. А также становятся возможными первые, пусть и ненадежные, оценки рисков. Сомнения. Когда собранная информация начинает демонстрировать определенный паттерн, и догадки начинают обрастать основаниями, возникает шанс встать на верный путь исследования, забросив все прочее, и таким образом многократно приблизить цель, но риск ошибиться все еще высок. Теория. Когда у нас имеется значительное количество информации о предмете, вся она укладывается в определенную связную картину и может быть объяснена некими общими законами, а новые собираемые данные не противоречат этой картине. Вероятность ошибок на этой стадии падает до минимума, а цена их обычно невысока. Применение хорошо работающей теории редко приводит к катастрофам. Уверенность. Когда теория в течение длительного времени и при большом количестве новых данных показала себя неизменно эффективной, либо когда поступило подтверждение сформированного у нас представления о предмете из очень надежного источника, и мы с минимальными опасениями используем получаемую нами информацию согласно утвержденным законам. С наступлением уверенности риски не меняются, ибо уверенность имеет субъективную природу и передает только отношение субъекта к информации. Знание. Знание. В идеале. Риск ошибиться на этой стадии еще более низок, но остается ненулевым. Это приблизительный список, но точность в данном случае не важна, главное понять общую суть. Предполагается, что при изучении различных проявлений действительного мира мы должны проходить путь от невежества к знанию, но не для всех людей это работает одинаково. Давайте рассмотрим, какие бывают различия в процессе познания у людей с разным складом ума. Отношение к знанию. Грамотно мыслящим людям хорошо известно, что совершенные методы познания недоступны человеку, и потому не может быть совершенного знания. Именно поэтому в приведенном выше списке в финальной стадии оговорены идеальные и фактические варианты отношения человека к информации. Грамотно мыслящие люди всегда готовы к сюрпризам бытия и никогда не доверяют сознанию всецело и слепо. Они просчитывают возможные последствия ошибок и решаются на действие, будучи готовы иметь дело с наихудшим исходом событий. В свою очередь, люди без специальной подготовки, без оглядки считают знания совершенным, безупречным, непогрешимым. Применяя различную информацию в своей повседневной деятельности, такие люди не утруждают себя раздумьями и проверками, и если информация, принятая ими как знание, содержит ошибку, для них это может обернуться фатально. Отношение к уверенности. Грамотно мыслящие люди осознают, что уверенность является лишь личной позицией, отношением к информации, и что она не дает никаких преимуществ относительно строгих выводов из имеющихся данных. Напротив, уверенность затмевает разум, отключает осторожность и заставляет человека действовать необдуманно, чем повышает число ошибок и усложняет жизнь. Грамотно мыслящие люди сознательно гонят уверенность прочь от себя и сосредотачивают внимание на своих обоснованных сомнениях в имеющихся теориях. Люди без специальной подготовки не просто полагаются на уверенность, их проблема гораздо глубже. Такие люди очень часто вообще не в курсе о существовании знания и считают уверенность последней, максимально продвинутой стадией отношения человека к информации. При этом уверенность таит в себе огромную и опаснейшую ловушку для них. Как мы уже разобрали, уверенность наступает, когда теория подтверждалась достаточно долгое время, либо когда субъект получил подтверждение из очень надежного источника. Оба эти варианта одинаково хороши для возникновения у среднего человека уверенности, но при этом люди без тренированного мышления не разбираются в качестве различных источников информации и не могут знать, какие из них в самом деле являются надежными. Они считают таковыми те источники, которые им более приятны, которые более субъективно авторитетны для них или требуют меньше энергозатрат при использовании. Это постоянно приводит к тому, что простое мнение или убежденность популярной персоны или большого числа людей заставляют индивида из стадии невежества или гипотез моментально перейти в стадию уверенности, которую он считает финальной в познании и потому прекращает дальнейшее исследование предмета. Я называю это когнитивный тупик. В таком состоянии человек удовлетворяется в одном из аспектов бытия ложной информации и больше не сможет продвигаться к целостному познанию мира. Люди, которые не способны увидеть ловушку уверенности, в течение жизни попадают в такой же тупик все в большем и большем числе вопросов. Их возможности развития от этого блокируются, подобно тому, как закупориваются твердыми микрочастицами поры в фильтре противогаза. Этот удушающий процесс угнетает жизнь человека все сильнее и сильнее и превращает его в несчастного маразматика, который более не может хорошо справляться даже с ежедневной рутиной. Счастливая творческая жизнь, полное развитие и приключений для такого человека утрачивается насовсем, если только по счастливой случайности он не переживет сильнейшее эмоциональное потрясение и не попадет в круг людей, которые смогут и захотят помочь ему. Еще одной проблемой таких людей является их неотвратимая уверенность в том, что они обладают критическим мышлением. Они часто склонны верить так называемым теориям заговоров и легко ставят под сомнение любые действия правительства и научные открытия, не подвергая их должному анализу, но самоутверждаясь при этом в достаточной для себя степени. Они могут яростно очернять полезные идеи, преследовать представителей различных социальных групп и осуществлять террористические акты на основании весьма сомнительной информации, которую они где-либо прочитали или услышали. При попытке указать на их губительную доверчивость по отношению к ненадежным источникам, они убежденно возражают, ссылаясь на то, что они не согласны со значительной частью информации, которая подается им ежедневно. С их точки зрения это означает, что они мыслят достаточно эффективно. В головах таких людей царит хаос. Они не способны осознать, что не оценивают критически те самые источники информации, которые побуждают их критически относиться к другим источникам. Таким образом, в лучшем случае их жизнь проходит подобно соломинке, которая болтается среди волн жизни без системы и порядка, и в каждый момент времени ими руководит тот источник информации, который был ближе и больше впечатлил их. В худшем случае они не замечают, как попадают под внешнее идеологическое управление и живут в служении чужим корыстным целям в ущерб собственной биологической задаче. Участь таких людей крайне прискорбна. Отношение к невежеству Грамотно мыслящие люди всегда помнят, что они компетентны лишь в некотором спектре вопросов. В пределах своей компетенции они могут оперировать множеством тяжеловесных взаимосвязанных аргументов, но вне этих пределов они не имеют надежной аргументативной базы, на которую могли бы опереться. Такие люди отлично знают, где находятся области их невежества и крайне осторожно высказываются и принимают решения в вопросах, которыми не владеют достаточно хорошо. В отличие от них, большинство людей без специальной подготовки поражены невероятно разрушительной идеей, что мнение приближает мыслителя к истине или знанию. Используя в большинстве вопросов ничем не обоснованное мнение, возникшее в уме спонтанно или услышанное неизвестно где, они склонны признавать свое невежество лишь в редких частных случаях, и чаще всего эти случаи продиктованы их жизненной позицией, а не разумной оценкой собственных возможностей. Например, сегодня можно встретить сколько угодно домохозяек и рабочих, которые с готовностью согласятся, что они совершенно ничего не смыслят в астрономии и не намерены это исправлять, но при этом яростно вступят в спор о том, как следует управлять их страной, критикуя главу государства и предлагая собственные управленческие решения. Им соседствует очень большое число людей с аналогичным образом жизни и уровнем образования, которые с такой же готовностью согласятся, что они не разбираются в государственном управлении и не могут давать оценки в этой области, но при этом легко раздают налево и направо советы, например, о воспитании детей, не имея для того ни соответствующего диплома, ни специальных знаний, ни успешного личного опыта, которым можно было бы всерьез похвастаться. Люди с таким типом мышления, интересуясь чем-то новым, почти всегда отрицают свое невежество и приходят в эту область сразу со своими мнениями, создавая из ниоткуда собственный комфортный для них маленький мирок, положение которого противоречит некоторым другим их установкам и опыту, но не подвергаются пересмотру из-за этого. Проблема эта повсеместно распространена и встречается среди всех социальных групп приблизительно равномерно. Что совсем печально, мнения вредят не только их носителям, но и окружающим их людям. Дело в том, что большинство людей склонны произносить свои необоснованные тезисы уверенным безапелляционным тоном, как будто озвучивают нечто известное и доказанное. Все, кто считают этих людей авторитетными и не обладают при этом грамотным мышлением, сразу же перенимают эти случайные тезисы, которые чаще всего являются ложными. Если усомниться в правоте рассказчика, он будет всячески защищать свою позицию, как будто она действительно ценна. Если не довести такой спор до конца, окружающие люди только сильнее уверятся в состоятельности идей, которые они только что переняли. Только будучи загнанным в угол силой непреодолимых аргументов и часто только в том случае, когда это было сделано публично, такой рассказчик приводит свое финальное оправдание «это просто мое мнение» и искренне считает себя освобожденным с этого момента от какой бы то ни было ответственности. Между тем, такие люди постоянно уклоняются от признания, что когда они презентуют свои идеи миру, они не маркируют их как мнение, а выдают за истину или знание, что они не берут на себя труд проверять информацию, что они не думают о последствиях, когда вводят в заблуждение других. Забавно, что очередной пример такого поведения случился в то самое время, когда я набирал эти строки. На одном из интернет-сервисов, где я дублирую свою рукопись, возникла нетипичная ошибка. При просмотре содержимого файла перестала корректно отображаться та его часть, которая следовала после первых 512 тысяч символов. Я опубликовал в социальной сети пост с описанием этой проблемы и попросил о помощи. По ответам, коих я вскоре получил множество, было заметно, что только один из советчиков понял смысл написанного, и его ответ был максимально скромным и осторожным. Другие пользователи предлагали мне целые комплексы действий, не понимая, насколько нелепо выглядели некоторые их предложения по решению моей проблемы. Они утверждали, что это временная проблема и нужно лишь подождать, что части одного файла могут быть сохранены в разных форматах и кодировках без моего знания об этом, что сервер не поддерживает такой тип файлов, как у меня, и всякий раз их слова ни на что не опирались. Когда я указывал им на противоречие в их подходе, они спорили и защищали свою позицию, хотя не проводили проверку своих методов и потому не имели оснований считать их эффективными, а излагаемые ими идеи верными. Аналогичные случаи происходят ежедневно повсюду. Отношение к гипотезам, теориям, сомнениям Люди с грамотным мышлением различают гипотезы и теории, потому что умеют выстраивать непротиворечивые рассуждения из имеющихся вводных данных. Чем больше таких данных имеется, тем больше закономерностей среди них можно выявить, тем стройнее получаются рассуждения и тем больше появляется оснований для выдвижения новой теории. Когда же исходных данных мало, такие люди знают, что в такой ситуации можно только гадать и что полагаться на результат этих гаданий нельзя. Люди без специальной подготовки не умеют правильно выделять зависимости из большого количества данных, зато среди ничтожно малого их количества им часто видятся очень замысловатые и богатые подробностями паттерны. Кроме того, они дополнительно компенсируют малое количество данных или полное отсутствие таковых личным мнением. Такие люди не имеют интеллектуальной возможности понять смысл и ценность теории, поэтому отождествляют ее и с мнением, и с догадкой, и с гипотезой. Все в их голове смешивается в кучу равноценного мусора. Сомнения у них бывают в основном между собственными предпочтениями и мнением авторитета и редко бывают спровоцированы анализом данных. Также, поскольку они не умеют выстраивать связные рассуждения, дающие надежный, полезный вывод, они привыкают жить в мире, где почти никакая информация не бывает для них более важной, чем их собственные сиюминутные мнения и желания. Это приводит к тому, что люди без грамотного мышления часто становятся развязными, безответственными и корректируют свое поведение только перед лицом явной угрозы. В результате такого состояния вещей для большинства людей стадии познания выглядят следующим образом. Мнение, догадки, гипотезы, независимо от наличия или отсутствия у человека проверенных данных по интересующему вопросу, суждения он выдает безответственно, как взбредет в голову. Уверенность. Комфортное и желаемое состояние для человека, когда он впечатлен информацией от авторитетного источника или придумал версию, которая ему очень нравится, и потому отказывается от дальнейшего познания. Миллиарды людей увязли в этих двух стадиях, мало задумываясь как о невежестве, так и о знании. Бытие для них необъяснимый магический мир, с которым они вынуждены взаимодействовать, в основном полагаясь на интуицию. У них это плохо получается, причем часть своих неудач они видят и признают, а другую часть не способны увидеть и яростно доказывают, что в этих вопросах они очень эффективны. Хочется проиллюстрировать эту ситуацию забавной историей с философским окрасом, которую рассказал один известный человек. История была о том, как один экстрасенс несколько десятилетий назад был недоволен, что его фото опубликовали в популярной газете. Он распространил информацию, что его изображение наполнено живительной энергией, и что если его вырезать, измельчить и съесть, то это укрепит духовные силы организма. Десятки или сотни тысяч газет были изрезаны ножницами, и фото целителя вновь стало не найти. «И вот эти, которые газету добровольно ели, потом жалуются, что их на выборах обманули», заключил рассказчик. Однако давайте вернемся к знанию и попытаемся точнее разобраться, что мы будем называть этим словом. Как вы уже поняли, есть идеальное желаемое представление о знании, где знанием является непогрешимая полезная информация в сознании субъекта, которая всегда будет актуальна. Такое состояние пока недостижимо для нас, за исключением несложных математических и логических построений, которые полностью абстрактны. История помнит бесчисленное множество случаев, когда в том, что считалось знанием, находили ошибку, и версию, которая приходила на смену прежней, через время постигала та же участь. В качестве примера здесь напрашивается история математического вопроса о числе разных многоугольников, которые годятся для того, чтобы копиями единственной исходной фигуры можно было замостить бесконечную плоскость без промежутков. Если мне не изменяет память, в начале математики вывели доказательство, что таких фигур существует всего пять. Затем домохозяйка с математическим образованием из США открыла шестую подходящую фигуру, и доказательства пришлось пересмотреть. Вскоре та же женщина открыла седьмую фигуру, компрометируя уже новые доказательства, затем восьмую, и это создало весьма неловкую ситуацию в математике. На сегодняшний день таких фигур открыто кажется пятнадцать. Для этого числа написано свежее доказательство, но большинству математиков уже попросту неинтересно его проверять. Как бы то ни было, термин «знание» используется постоянно, и нам будет полезно определиться с его значением, даже хотя оно будет отличаться от желаемого. Знанием называют информацию очень разных видов. Не только сведения о направлении ветра, размере здания или о форме планеты, но и логические, математические, физические, философские и многие другие правила и законы, которые являются не реальными объектами, а идеями. Внимательные исследования позволяют сделать вывод, что под словом «знание» традиционно подразумевается наиболее точное и наименее противоречивое описание свойств бытия или идей, к которому обращаются за неимением лучшего, чтобы упростить решение некоторой задачи. При этом есть аспект, в котором отношение людей к знанию принципиально различается. Религиозные и суеверные люди обычно считают веру источником истины и знания и поэтому могут называть знанием весьма неожиданные вещи, не заботясь об их экспериментальной проверке и статистике результатов. Из-за этого в категорию «знание» часто попадает информация, которая при внимательном рассмотрении не помогает человеку действовать эффективнее, а иногда и вовсе имеет противоположный эффект. Поскольку мы здесь гонимся за эффективностью, для нас такое представление о знании является неприемлемым. В свою очередь люди науки считают что-либо знанием, только если эта информация имеет веские основания. При таком подходе закон Ома для участка электрической цепи и результат деления 111 на 3 квалифицируются как «знание», а рассказ, что Харон перевозит мертвых через реку Стикс, как «верование». Практика показала, что такой способ мышления приносит больше полезных результатов, чем если бы мы последние также считали знанием, поэтому он единственно приемлем для научного материализма. Очередная особенность знания, которую мне удалось выявить, заключается в том, что в каждом конкретном случае оно обязательно должно быть единственным непротиворечивым описанием устройства рассматриваемого предмета. Когда существует несколько таких описаний, то, во-первых, они вступают в противоречие друг с другом, а, во-вторых, невозможно определить, какое из них правильно отображает действительное состояние вещей, и поэтому все имеющиеся версии являются лишь неподтвержденными догадками. Представим себе две идеи. Дождь идет, потому что облака живые и иногда они плачут, и дождь идет, потому что облака это глыбы льда и иногда солнце их растапливает. Если также представить, что имеющиеся у нас знания о природе не противоречат никакой из этих версий, все же остается неясным. Происходит дождь в самом деле от того, что облака живые и плачут, или это просто тающий лед, поэтому ни одну из этих версий не будет уместно назвать знанием. Таким образом, когда о знании говорят, что оно должно быть непротиворечивым, это неизбежно означает наличие только одной такой модели в каждом случае. На данном этапе у меня сформировалось следующее определение. Знание – это непротиворечивый упорядоченный набор информации, связи, в котором обусловлены достаточными основаниями, и который верно отражает устройство бытия, идей, абстрактных многообразий, реальных и абстрактных предметов, их свойства, поведение или отношения между ними. В этом определении есть два пока не вполне ясных термина – информация и достаточное основание. С достаточным основанием все просто. Здесь под этими словами имеется в виду то же, что и в четвертом законе логики. В нем говорится, что всякое высказывание, чтобы принимать его как состоятельное и использовать для построения полезного рассуждения должно быть доказано. Подробнее об этом будет сказано в следующей главе. Знание устроено так же. Если связи в рассматриваемом наборе информации не подтверждены надежным способом, то исчезают основания возводить эту информацию в статус знания. Она может совпасть с действительностью лишь иногда и случайно. Что же касается термина информация, мне пришлось изрядно поразмыслить о том, что же мы называем этим словом. Я пришел к выводу, что информацией люди называют любой объект, о котором только могут мыслить. Вообразите, например, черную пустоту. Кто-то может сказать, что это то же самое, что не вообразить ничего, но всегда найдутся люди, которые скажут, что все-таки черная пустота это не полное неведение, а уже некоторая информация. Попробуйте мыслить о влажности воздуха. Это чистая идея, ее нельзя нарисовать, но это не останавливает тех многих, которые утверждают, что и абстрактное представление данной физической величины это также информация. Представляя различные сущности, их отношения, процессы, происходящие с ними, я не смог найти ничего, что большинство людей убежденно назвали бы отсутствием информации. Поэтому, видимо, действительно информация это любой объект мышления. Когда информация не упорядочена, в ней нет распознаваемого нами смысла, и мы считаем ее бесполезной, как это бывает, например, с фоновым шумом в радиоэфире. В иных случаях, как, например, со звуками речи, отдельные сигналы складываются в узнаваемые паттерны из которых мы можем воспринять некие идеи. При этом следует понимать, что полезность сигналов, наличие или отсутствие в них паттернов есть субъективная оценка, которая не всегда передает полноту ситуации. В истории технического прогресса был недолгий период, когда программы загружались в компьютер сферомагнитной ленты при помощи бытового аудиопроигрывателя, а также, когда через телефонные линии происходило сообщение с интернетом и передавалось содержание отсканированных документов на удаленные устройства. Прослушивая запись на ленте в первом случае и позвонив на активное передающее устройство во втором, пользователь слышал продолжительные и, как ему казалось, хаотичные наборы звуков, не несущие никакого смысла, в то время как они передавали важную и четко структурированную зашифрованную информацию. Таким образом, мы не всегда можем распознать знание, оно может быть передано в формах, недоступных для нашего сиюминутного осмысленного восприятия. Но гораздо большая проблема скрывается в другой части определения знания, в достаточном основании. В то время как технические приспособления помогают переводить непонятные для нас наборы информации в удобные для восприятия формы, проверить основания связей, которые содержатся в некотором наборе информации, обычно является непростой задачей. Например, ваш друг сообщил вам, что он занял первое место в некотором конкурсе. Он подразумевает, что для него это является знанием, но если вы захотите проверить эту информацию, чтобы это стало знанием также и для вас, то даже отправившись в предполагаемое место проведения этого конкурса, вы не сможете очевидно установить, что конкурс вообще состоялся, что ваш друг в нем участвовал и что он занял первое место. Даже опросив множество людей, вы сможете положиться на правдивость полученных от них подтверждений лишь условно, ибо существует ненулевая вероятность коллективного сговора. В пустяковых делах этой вероятностью обычно можно пренебречь, хотя даже по пустякам коллективные сговоры случаются регулярно, например, ради шутки над кем-нибудь. Но когда дело касается значительных материальных ресурсов или власти, в мире низкоразвитых людей, выполняющих биологическую задачу исключительно с эгоистических позиций, ложь и сговоры являются повседневной нормой. В итоге, является сообщение о конкурсе важным или нет, оно всегда может оказаться неправдивым. Чтобы надежнее установить достоверность истории с конкурсом, потребуется исследование материальных доказательств, но и в этом случае может иметь место розыгрыш или мошенничество. Предполагаемый конкурс может оказаться с планированной имитацией. В связи с такой сложностью обретения знаний близких к непогрешимым, самый эффективный способ получения знаний это придирчиво исследовать связи в поступающей информации и ее связь с накопленным знанием, по возможности использовать для проверки этих связей множество разных методов, включать в модель в своем сознании только те сведения, которые приводят к наименьшему числу противоречий, но даже после полного устранения противоречий в модели следует периодически подвергать ее ревизии с целью обнаружить возможные ошибки. Если так относиться к знанию, ваша эффективность будет постоянно расти и через некоторое время достигнет очень хорошего уровня. Но даже с таким подходом, когда действительный мир взаимодействует с вашими органами чувств и вы получаете информацию, которая претендует на изменение реального мира в вашем сознании, почти всегда в формирующейся модели будут такие части, которые не удалось надежно проверить. Чтобы эффективность не страдала, следует для любого набора информации, который предполагает быть знанием, отмечать и сохранять в памяти число его непроверенных аспектов, чтобы адекватно оценивать имеющийся в этой модели потенциал для ошибок. Например, я считаю, что знаю, кто сейчас является президентом моей страны, потому что средства массовой информации донесли это до меня бесчисленное множество раз, но при этом я понимаю, что не видел своими глазами ни этого человека лично, ни церемонию принятия им президентской присяги, ни его повседневную работу в президентском офисе. Поэтому я осознаю, что мое знание условно и содержит некоторый потенциал для ошибки. Кто-то, возможно, спросит, если знание никогда не бывает совершенным и может содержать ошибку, то какая от него польза и каким образом оно может быть лучше простого мнения? Хороший ответ есть в теории карточных игр. Предположим, что происходит игра на деньги, где каждый игрок делает только по одной ставке размером 100 долларов. Предположим далее, что у двух оппонентов будут такие наборы карт, что математическая вероятность победы для одного из них составит 30%, а для другого 70%, и игра затем будет доведена до конца. Если повторять такую же игру снова и снова, то первый игрок в среднем за 10 случаев будет трижды выигрывать по 100 долларов у своего противника и семь раз проигрывать ему по 100 долларов из собственного кармана. Его общий финансовый баланс составит минус 400 долларов, то есть за каждый такой раунд он будет в среднем проигрывать по 40 долларов. Его оппонент соответственно будет в среднем выигрывать всякий раз по 40 долларов и останется очень довольным. При этом очевидно, что в каждом конкретном раунде игры нельзя определить сможет ли удачливый игрок победить, ведь вероятность его победы только 70%, и он просто обязан проигрывать в трех случаях из десяти. Более того, три случая из десяти при длительных повторениях часто оборачиваются сериями из шести или семи проигрышей подряд. Получается ситуация контролируемой неопределенности, когда игрок не знает, сможет ли он победить прямо сейчас и не знает, сможет ли он хотя бы раз победить за следующие пять раундов, но совершенно точно знает, что он должен продолжать игру, потому что она ему выгодна при большом числе повторений. Так работает закон больших чисел. Это очень хорошая аналогия применению знания. Знание добывается среди информационного мусора при помощи самых эффективных методов, изобретенных человечеством, и хотя оно всегда имеет шанс позднее оказаться заблуждением, противопоставленное ему мнение в лучшем случае имеет те же 30% вероятности выигрыша против 70%, а часто и 3% против 97%. Человек, использующий знания, понимает, что в каждом конкретном случае любой глупец со своим необоснованным мнением потенциально может оказаться более правым, но все же он не изменит своим методом и за долгий период покажет себя несоизмеримо более эффективным, чем все глупцы, которые с ним спорили. Люди, которые радуются своему праву высказывать любые мнения, просто не понимают, что они сильно проигрывают в эффективности людям, которые вооружены грамотным мышлением. Задача каждого разумного существа находить самые эффективные методы мышления, тем самым повышая свою вероятность успеха в разных ситуациях и постоянно использовать их себе во благо, даже если в отдельных случаях они не принесут желаемого результата. Теперь, когда мы определились, что называть знанием, мы можем рассмотреть производное от него понятие, которое до этого момента было несколько раз упомянуто без разъяснений. Речь идет об истине. Это еще одно важное понятие, на которое люди обращают повышенное внимание и которое часто используется как аргумент в спорах, поэтому нам стоит рассмотреть и его. На протяжении тысячелетий философы испытывали немало затруднений с этим понятием. Даже в новейшей истории развития философской мысли не дошло до такого уровня, чтобы истина стала для широких масс людей понятным и однозначным термином. Если сегодня опросить людей, что такое по их мнению истина, то наиболее часто придется услышать нечто подобное следующему. Истина это мудреное и замысловатое высказывание о чем-то важном и глубоком, почти всегда исходящее от очень известного и авторитетного человека. Отсюда нетрудно заметить, что люди склонны мистифицировать истину, представлять ее как нечто сакральное, магическое. При этом верность высказывания не рассматривается как критерий его оценки. Неоднократно я встречал и такую отдаленно подобную версию. Когда мы узнаем все о природе, станем всесильными, вот тогда и узнаем истину, а пока истина нам недоступна. Такие люди отождествляют истину с разгадкой тайны бытия и на меньшее не размениваются. Если следующим вопросом поинтересоваться у них, какое слово является антонимом лжи, они иногда отвечают правда, но гораздо чаще оказываются сбитыми с толку и долго думают. Давайте поэтапно разбираться с этим понятием. Спросите себя, когда люди называют что-либо истиной, к чему обращен этот термин? Приходилось ли вам указывать на некий предмет и говорить, что это истина? Осмелюсь предположить, что для большинства читателей ответ будет нет. Возможно, истиной называют некий процесс, как, например, движение, рождение, полет, обучение, восхождение, по-видимому, снова нет. Локальное явление природы, события и еще раз нет. Если вы проведете исследование, то обнаружите, что когда кто-либо говорит, что видит перед собой истину, это почти всегда будет текст, в котором изложен некий тезис. То есть истина это все-таки не что иное, как высказывание. Разумеется, высказывание может существовать в разных формах устная речь, аудиозапись, печатный рукописный текст, шифрованная запись в виде цифр или произвольных изображений. При этом запись может быть произведена практически на любом твердом материале, а иногда и не только. Общее в этих случаях то, что высказывание это множество идей, выраженных материальным способом. Строго говоря, множество может состоять и из одного элемента, и поэтому в частном случае высказывание может состоять из одного слова и передавать одну идею. Но если под высказыванием подразумевать всегда только одну идею, выраженную материально, определение не будет работать правильно. Если вспомнить, что большинство слов в высказывании сами по себе выражают идеи, то получается, что даже в целом бессмысленное предложение из множества осмысленных слов содержит в себе несколько идей, выраженных материальным способом, например, ехать виноград прочность. Когда говорят, что высказывание бессмысленно, имеют в виду, что оно не содержит генеральной идеи, которая объединяет все слова в нем, но это не значит, что в нем нет никакой узнаваемой информации. Таким образом, хотя высказывание обычно имеет целью передать одну генеральную идею, наиболее часто оно содержит именно множество идей, а не одну. И только если мы разрушим смысл также и отдельных слов и произнесем к примеру фаутрхзнумрк, эти сочетания звуков не будут нести узнаваемого смысла и будут восприняты как простой шум. Для некоторых людей нормально считать высказыванием даже такие звуки, потому что, будучи произнесены человеком, они субъективно напоминают настоящие слова и спонтанно вызывают похожее отношение к ним. Но все же не стоит относить такую бессмыслицу к высказываниям, подобно тому, как в языковой морфологии имитацию природных звуков не принято считать частью речи. Итак, истина это высказывание. Наша интуиция и опыт легко подскажут нам, что по всей видимости далеко не все высказывания являются истиной, а лишь некоторые из них. Какими же чертами должно обладать высказывание, чтобы квалифицировать его как истину? Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно определиться с базовым отношением к этому понятию. Моя позиция состоит в том, чтобы не отводить понятию истина роль чего-то огромного, пугающего и сакрального. Для качественного обмена информацией нам необходимо понятие истина в более приземленном повседневном смысле, как антоним лжи и синоним правды. Если рассматривать истину в таком ключе, то помимо прочего обязательным ее свойством должно быть верное отражение настоящего, действительного состояния вещей. В самом деле было бы странным называть истиной высказывание, сообщающее, что вы находитесь на дне океана, в то время, как вы находитесь у себя дома на поверхности суши. Следовательно, истина это обязательно верное высказывание. Давайте задумаемся, как понять, что значит верное, то есть какое состояние вещей является действительным. Здесь мы подходим к пониманию важного необходимого условия, которое должно выполняться, чтобы работало любое из понятий истина, правда или верное. Это условие проверяемость сведений. Если кто-либо скажет нам, что позади звезды Сириус, если смотреть с земли, на расстоянии миллиард километров от нее витает облако золотой пыли, мы не сможем немедленно заключить, что это высказывание верно или неверно, потому что пока не можем заглянуть в указанную область космоса и осмотреть ее. Если же кто-то сделает такое заключение, то вряд ли он сможет убедительно его защитить. Но если кто-то скажет вам во время чтения этих строк, что у вас закрыты глаза, то вы сможете тут же возразить, что это неверно, так как вы хорошо чувствуете свой организм, осознаете, что с вами происходит в данный момент и знаете, что ваши глаза сейчас открыты. Выходит, что понятие истина уместно там, где информация поддается проверке, и неуместно там, где ее проверить нельзя. Зная это, мы сможем сузить круг высказываний, которые смогут претендовать на то, чтобы быть истиной. Попробуйте представить сказочного персонажа Пиноккио. Как вы думаете, верно ли вы передали в своем воображении его внешний вид? Разумеется, кто-то сможет сослаться на то, что недавно перечитывал эту сказку и точно помнит, как выглядит Пиноккио по задумке автора, Карла по колоде. Но даже оригинальное описание не может в точности передать подробности внешности персонажа, такие как черты лица, пропорции тела, состояние волос и детали одежды. Вам неизбежно придется додумать многое из этого, чтобы представить или тем более нарисовать Пиноккио. Представим себе, что несколько художников изобразили его, следуя авторскому описанию, но дополнив рисунки различными деталями, которые автор не упоминал. Как теперь определить, какой из рисунков верен? Здесь мы столкнемся с проблемой, ибо не существует эталона, с которым можно сверить рисунки и оценить их правдивость. Эта проблема усугубится, если однажды выяснится, что в разные годы у сказки бывали разные редакции и описания главного героя в них имели различия. В таком случае мы сможем выбирать, какой из версий придерживаться, но эталона для точной финальной сверки у нас по-прежнему не будет. Если же кто-то изобразит или словесно опишет пирамиду Хеопса, которая находится в Египте, то достаточно отправиться к ней и можно будет очевидным образом убедиться, верно ли рисунок или рассказ передает действительность. Внимательный читатель, вероятно, уже обратил внимание на ключевое слово здесь действительность. Если некий уникальный предмет явлен только в воображении индивида и не явлен в действительном мире, то никто другой не сможет сравнить с этим предметом идею, выраженную высказыванием, и потому не сможет заключить, является ли это высказывание верным. При этом первейшее назначение истины это обмен информацией между субъектами мышления. Если выстраивать картину мира для одного изолированного человека, о котором предполагается, что он никогда не будет контактировать с другими мыслящими существами, для него истина в нашем сегодняшнем понимании не будет так актуальна, ибо высказывание попросту некому будет адресовать, и никто другой не сможет проверить их истинность. Если этот индивид будет заблуждаться в чем-либо, его возможность узнать о своей ошибке будет значительно снижена по сравнению с нами. И хотя истина все же может быть полезна одному изолированному человеку для логических построений, все же от нее гораздо больше пользы, когда она поддается проверке не только авторам высказывания, но и другими людьми. Это возможно, когда предмет обсуждения является частью действительного мира. Отсюда напрашивается заключение, что высказывание о действительном мире может быть истиной, а называть истиной высказывания об уникальных воображаемых предметах неверно. Почему именно уникальных мы обсудим чуть погодя. Но здесь следует вспомнить, что мы не можем осознавать действительный мир непосредственно, и следовательно прямое использование действительного мира для проверки истинности высказываний недоступно нам. Лучшее, на что мы можем положиться при такой проверке, это реальный мир в нашем сознании. Применяя критерий объективного существования, мы можем достаточно надежно установить действительное происхождение обсуждаемого предмета и далее использовать образ этого предмета как необходимый эталон для проверки высказываний, хотя этот эталон и не передает наибольшую часть свойств его действительного источника прародителя. Проиллюстрирую предлагаемое мной отношение к истине на примере, который я сегодня встретил на просторах интернета. Высказывание выглядело так. Если ты движешься туда же, куда направлен твой страх, то ты выбрал правильный путь. Один из пользователей написал в комментарии, что считает это истиной. Я, исходя из своего опыта общения с людьми, не сомневаюсь, что смогу найти еще немало людей, которые посчитают так же. При этом ключевые слова, которые используются в этом высказывании, то есть движение, направление, страх, путь и правильность, являются общими идеями, а не описанием реальных предметов, и каждый мыслитель непроизвольно будет представлять каждую из этих идей уникальным способом или даже множеством способов, не вызывая тем самым противоречий. Если попросить множество людей как можно точнее передать, что означает двигаться туда же, куда направлен твой страх, мы сразу же столкнемся с проблемой размытых формулировок в ответах, потому что респонденты сами не будут уверены в том, как они представляют все эти идеи. Но если дать им время на обдумывание и добиться от них максимально четких ответов, их описания будут различаться. Это означает, что данное высказывание целиком описывает бесконечное множество равновероятных моделей и не описывает никакую единую модель, ни реальную, ни абстрактную. Следовательно, для этого высказывания не существует единого эталона, с которым его можно было бы сверить, и значит нельзя надежно определить его верность. Разумеется, предполагая что-либо о гипотетических респондентах в будущем времени, я привожу здесь догадки, спекуляции, а не результат уже проведенного исследования, но эти мысли есть отражение большого опыта изучения людей. Если вас одолеют сомнения, вы можете провести такой эксперимент самостоятельно. Я ставлю на то, что вам не удастся найти ни 5-10, ни даже двоих человек, которые, не сговариваясь друг с другом, просто, ясно, быстро и одинаково опишут, что значит двигаться туда же, куда направлен твой страх. Это вызвано тем, что понятия, которые люди привязывают к этим словам, являются уникальными объектами, которые присутствуют только в их сознании. В то же время, если вы спросите десяток альпинистов, покоривших Эверест о форме этой горы, вам предстоит незамедлительно услышать подробные рассказы, которые будут противоречить друг другу лишь постольку, поскольку память людей несовершенна, но большинство озвученных сведений совпадут. Все это подталкивает к заключению, что попытки назвать истиной высказывания о воображаемых предметах непродуктивны, и следует применять это понятие только к реальному миру. При этом главный критерий, по которому люди сегодня идентифицируют истину в их бытовом представлении – замысловатость высказывания. Я отвергаю как непригодный, ибо очень часто замысловатость как раз и ведет к многозначности и невозможности понять, о чем точно идет речь. Это делает высказывание непроверяемым, и тогда в его истинность можно лишь верить, руководствуясь своими впечатлительностью и эстетическим вкусом, и не имея возможности однозначно понять, во что конкретно ты веришь. Опыт показал, что такой способ мышления очень далек от эффективности. Отдельно следует прокомментировать особую разновидность идей, принятые наукой законы природы. У них существует большая проблема с проверяемостью, потому что каждый закон передает лишь один изолированный принцип мироустройства, как если бы он действовал в неких специфических, как правило, недостижимых условиях. Например, закон всемирного тяготения Ньютона при поверхностном его понимании сообщает мыслителю, что изменение силы гравитационного притяжения между двумя объектами обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. На практике это не работает в точности так, потому что на самом деле данный закон подразумевает взаимодействие материальных точек с массой, но без размеров, что бы это ни значило. Для тел с ненулевым размером этот закон правильно действовал бы в случае их бесконечного удаления друг от друга, что даже не выражается образной моделью, а не только невыполнимо на практике. Что же касается расчетов взаимодействия реальных объектов, как, например, Земли и Луны, силу притяжения между ними приходится находить через взятие интеграла. Но такой метод подсчета не учитывает реальное множество атомов с их фактическими координатами в системе отсчета и фактическим распределением масс, а подменяет эту модель на стремящиеся к бесконечности множество одинаковых абстрактных точек, называемых физики, материальными, которые расположены плотно и равномерно в виде правильных шаров, и просчитывает взаимодействие каждой такой абстрактной точки Земли с каждой точкой Луны. Таким образом, даже вполне полезные расчеты, результаты которых соответствуют наблюдаемому опыту, производятся не тем самым способом, как работает реальное взаимодействие тел. Это значит, что даже в том случае, когда надежность расчетов постоянно высока, мы можем только гадать, действительно ли мы верно представляем природный закон, который задает наблюдаемое взаимодействие, или же это поведение тел является частным проявлением совсем иного закона в данных конкретных условиях. Согласно сегодняшним научным знаниям, с законом всемирного тяготения получилось в точности так. Нечто подобное можно обнаружить, если обратиться к понятию инерции. Мы можем вспомнить упрощенную идею, которую до большинства из нас доносили в школе. Если результат всех сил, действующих на тело, равен нулю, это тело будет двигаться равномерно и прямолинейно, либо, как частный случай такого поведения, оно будет стоять на месте относительно системы отчета. Если же мы захотим тщательно убедиться в верности этой идеи, то сразу же окажется, что на самом деле первый закон Ньютона, который описывает это явление, снова подразумевает материальные точки, а не обычные тела. Кроме того, в реальном мире невозможно создать такие условия, чтобы на протяжении некоторого пути, либо некоторого времени простоя на месте, все силы, действующие на тело или даже на материальную точку были постоянно скомпенсированы. Это приводит к обоснованному предположению, что за время существования Вселенной ни один предмет никогда не двигался строго, равномерно и прямолинейно ни в одной системе отчета. Таким образом, мы лишены возможности наблюдать действия научных законов в точности так, как они описаны, а можем лишь экспериментально наблюдать некие паттерны поведения материи, которые в разных условиях проявляются в разной степени. Следовательно, при проверке закона на практике мы можем лишь приблизить или усилить свое убеждение о его верности, но у нас пока нет методов, чтобы очевидно понять истинные свойства бытия и сделать надежное заключение о верности и неверности наших формулировок различных природных законов. Еще одна проблема с научными законами заключается в том, что они описывают не одно конкретное событие или предмет, а их бесконечное множество. Поскольку мы не имеем доступа к каждой точке Вселенной, мы можем проверить действия конкретного закона лишь на нескольких частных экспериментах, которые вдобавок чаще всего проводятся только на нашей планете, которая ничтожно мала в масштабах Вселенной. Некоторые законы мы можем подтверждать наблюдениями всей видимой части Вселенной, но мы не имеем возможности знать, сколько еще материи и пространства скрываются за пределами этой области и как предметы ведут себя там. Следовательно, верность любых открытых нами природных законов для всей Вселенной сразу не установлена совершенным способом, а только предполагается через неполное индуктивное обобщение, которое ущербно по своей природе и не дает надежных выводов. Что еще важнее, некоторые законы, которые весьма неплохо описывают реальность Земли и околоземного пространства, не получают подтверждения при наблюдении отдаленного космоса. Можно считать гравитацию полем, которое притягивает предметы так, как это описал Ньютон, а можно считать ее искривлением пространства согласно версии Эйнштейна, но астрономические наблюдения показали, что движение галактик не подчинено формулам из этих теорий, и ученым пришлось придумать темную материю, которая дополняет научную модель мира, чтобы та не развалилась. В связи с такими сложными свойствами действительности и, следовательно, реальности, мы имеем еще больше причин сомневаться, что принятые нами законы природы на самом деле отражают в точности те математические принципы, которые лежат в основе мироздания. И даже если попытаться мягко обойти эти проблемы осторожными формулировками и сказать, что научные законы все же являются истиной, поскольку в той или иной степени передают актуальные принципы устройства действительного мира, такие попытки не будут состоятельными, ибо примеры теплорода, гравитации и темной энергии очевидно показывают, что с развитием науки меняется наше представление даже о базовых принципах природных взаимодействий. Следовательно, эти наши представления пока имеют характер догадок, а догадки, которые даже в близких нам частных случаях могут быть проверены лишь приблизительными методами, не следует называть истиной. высказывания «этот осветительный уличный фонарь находится на расстоянии более пяти и менее шести метров от меня» несоизмеримо более проверяемо, чем высказывания «все тела во Вселенной имеющие массу притягиваются друг к другу». Наконец, есть еще одно гораздо более простое основание, почему научные законы не следует относить к истине, но к нему мы вернемся немного позднее, когда у нас будет готово определение. А сейчас давайте обратим внимание на некоторые виды абстрактной информации, которые мы до сих пор не рассмотрели, но которые нельзя пропустить, если мы хотим получить эффективное понятие об истине. Дело в том, что существуют такие воображаемые предметы и идеи, которые поддаются проверке. Речь идет о строго описанных образах и концепциях, которые очень просты по сравнению с действительным миром и не допускают погрешностей. Будучи донесенными до разных людей, эти образы и идеи проявляются в их сознании совершенно одинаково. Если попросить разных людей вообразить камень, то практически невероятно, чтобы продукты их воображения совпали во всех своих проявлениях. Но если сколько угодно людей, знакомых с геометрией, представят себе квадрат с длиной стороны один метр, все они получат фигуры с одинаковым набором свойств. То же самое произойдет, если разных людей попросить мыслить об отношении чисел три и четыре. Одно из них больше другого, и это отношение практически всегда и всеми мыслится одинаково. Это приводит к ситуации, когда некое абстрактное знание, заключенное в сознании конкретного индивида, может быть воспроизведено в сознании других непогрешимым образом, теряя свою уникальность, и потому может быть проверено любым числом людей. Если один из таких людей скажет, что три относится к четырем так же, как 0,75 относится к единице, любой другой человек сможет самостоятельно произвести расчет и убедиться, что заявленное отношение чисел верно. Если один из таких людей скажет, что точное отношение длины диагонали квадрата к длине его стороны не выражается ни натуральной, ни десятичной дробью, то каждый, кто представит себе квадрат, применит теорему Пифагора к двум его сторонам и диагонали, а затем метод бесконечного спуска к длине диагонали, сможет убедиться, что и это высказывание верно. Таким образом, очевидно, что существует абстрактное знание, которое может быть проверено другими людьми, но это должно быть только простое формализованное знание, не допускающее двусмысленности. Если, например, сказать, что в XVIII веке среднегодовой рацион крестьян на Британских островах был богаче, чем в XVII веке, то здесь предметом обсуждения будет очень сложное явление, которое вдобавок не до конца изучено. Проверить здесь будет возможно только некоторые отдельные аспекты, но нельзя одним лишь грамотным рассуждением или экспериментом однозначно подтвердить верность изначального высказывания. В то же время, когда мы мыслим о сложных предметах, но сравниваем их отдельные, элементарные, доступные для однозначного понимания свойства, мы можем безошибочно определять их отношения, и это может быть проверено. Например, если сравнить площади Португалии и Франции в каком-нибудь из прошлых веков, то, скорее всего, у нас при всем желании не найдется исчерпывающих сведений о точных границах этих государств, и, следовательно, будут неизвестны точные площади их обоих, но при этом сравнение тех их территорий, которые точно известны историкам, даст очевидный результат, что площадь одного из государств, скорее всего, Франции, была больше. Это элементарное математическое отношение, и проверить его легко, несмотря на сложность самих сравниваемых предметов. Сказанное в равной степени применимо и к упомянутому ранее Пиноккио. Бесполезно судить о мелких и сложных подробностях его облика, потому что часть из них описана недостаточно ясно, а другая часть осталась только в воображении давно ушедшего из жизни автора. Но простые абстракции из описания его внешности легко воспроизводимы и могут быть однозначно представлены, поэтому всегда легко определить, верно ли, например, высказывание о принципиальном наличии у него рук, ног или глаз. Итак, выходит, что истина не обязательно должна сообщать что-либо только о реальном мире. К ней также относятся высказывания о свойствах и связях в некоторых видах абстрактной информации. Можно было бы попытаться превратить эту мысль в готовое определение, но специалисты, изучающие языки, справедливо возразили бы здесь, что слово высказывание плохо годится для этого. Дело в том, что высказывания, даже если рассматривать среди них только осмысленные, бывают разных видов, а именно повествовательные, вопросительные и побудительные. Все они в той или иной мере передают информацию собеседнику, но не все они подходят, чтобы быть истиной. Побудительное высказывание только сообщает, какие действия ожидаются от получателя информации, являясь таким образом разновидностью оценочных суждений. Фактически передаваемый смысл побудительного высказывания «я оценю положительно, если ты совершишь такие-то действия». Верность таких высказываний не может быть надежно установлена, потому что оценка выражает внутреннее субъективное отношение индивида, которое невозможно напрямую зарегистрировать извне. Ситуация с вопросительными высказываниями несколько сложнее. Обычно вопрос состоит из двух частей утвердительной и вопросительной. К примеру, в предложении «Где в Нью-Йорке находится планетарий Хейдена» подразумевается как данность, что на территории города Нью-Йорк есть планетарий с определенным названием. Слова, которые доносят до нас эту информацию являются утвердительной частью вопроса и лишь слово «Где» вопросительной, указывающей, какое знание хочет получить вопрошающий. Разумеется, бывают и короткие вопросы, состоящие из одного слова, но все они являются сокращениями от их классической формы, которая в каждом случае подразумевается и легко может быть восстановлена из контекста ситуации. Выходит, что вопросы могут передавать собеседнику сведения, которые поддаются проверке и могут быть верными. Но все же эти сведения являются собой лишь часть вопросительного высказывания, а целиком оно служит совсем другой цели, при этом утвердительная часть всегда предполагает озвучить только такое знание, которое уже есть у собеседника, а не дать ему новое. Поэтому включать вопросы в понятие истины было бы неудобно, а вместо этого уместно говорить об истинности их утвердительной части. Следовательно, чтобы справедливо считаться истиной, высказывание должно иметь повествовательную форму. И вот мы подошли к заключению, что истина это верное повествовательное высказывание о реальном мире или о некотором специфическом абстрактном знании. Однако и этого уточнения недостаточно. Как и вопросы, иногда повествовательные высказывания состоят лишь из одного слова. Это часто можно встретить в бытовой речи и в художественных произведениях, где передается такая речь. Люди говорят «холодно», комментируя условия окружающей среды, или «напрасно», оценивая чьи-то действия. Такие высказывания уместны, когда их адресат хорошо понимает контекст происходящего, и бессмысленны, когда передаются без контекста. При этом часто люди довольно непредсказуемо оценивают наблюдаемые ими явления и события, и поэтому склонны по-разному трактовать одинаковый контекст, что приводит к различному восприятию одного и того же высказывания и, как результат, к проблемам в общении. Следовательно, для того, чтобы при помощи высказывания можно было надежно передать полезную информацию наибольшему числу людей, его смысл не должен опираться на контекст, а вся необходимая информация должна содержаться в самом высказывании. Таким свойством обязательно должна обладать истина, если мы хотим, чтобы обмен информацией между людьми был максимально эффективным. В таком случае сокращенные высказывания не годятся, чтобы быть истиной. Вместо этого форма высказывания должна быть такова. Сначала однозначно указывается предмет, о котором следует мыслить, и затем об этом предмете сообщаются некие сведения, претендующие быть полезными. При этом предмет не обязательно должен быть в единственном числе, а может быть также представлен и множеством. Высказывания нужного нам типа давно известны человечеству и хорошо описаны. В формальной логике их называют суждениями. Структура суждения хоть и проста, но она немного сложнее, чем приведенная мной выше схема. Принято говорить, что суждение состоит из квантора, субъекта, связки и предиката. Давайте разберем, что это значит. Возьмем для примера суждения «некоторые деревья являются вечно зелеными». Множество, о котором нам здесь предлагается мыслить – деревья. В формальной логике это называют субъектом суждения, но у меня есть возражение по поводу этой общепринятой нормы. Дело в том, что практика применения слов «субъект» и «объект» в основном складывалась иначе. Когда астроном наблюдает в телескоп небесное тело, в научном сообществе принято говорить, что это небесное тело является объектом наблюдения, а астроном – субъектом субъектом насмешек, а государство принято называть субъектом международного права. Во всех этих случаях сохраняется общий подход. Субъект – это сторона, которая совершает или может совершать активное действие, а объект – это пассивная принимающая сторона для этого совершаемого действия. И что касается конкретно термина «суждение», у него есть два значения – разновидность высказывания, то есть частный случай материально выраженной мысли, и действие – процесс произнесения слов, выражающих оценку предмета или передающих некоторую информацию о нем. Когда суждение означает действие, согласно общепринятой традиции мышления, предмет, о котором мы высказываемся, становится объектом суждения, потому что он является пассивной стороной, о которой судят, а мы выступаем субъектом суждения, как активная сторона, совершающая действие. При этом суть нашего действия заключается в том, что мы сообщаем некую информацию об объекте суждения, информацию, которая в синтаксической конструкции суждения, как высказывание, выражается предикатом. Если называть обсуждаемый предмет субъектом, тогда при упоминании суждения, как действия, мы будем выступать субъектом суждения, и в синтаксической конструкции, которая появится в результате нашего действия, предмет также будет называться субъектом суждения. Например, я сужу о городе своего текущего проживания, и для произносимого мной суждения я являюсь субъектом этого суждения, при этом для полученной синтаксической конструкции город также является субъектом суждения. Эта игра слов может приводить к путанице и таким образом усложнять обмен полезной информацией. Если же выйти мышлением за рамки рассмотрения суждения только как высказывание и принять более общую модель, где говорящий зовется субъектом, обсуждаемый предмет объектом и приведенные о нем сведения предикатом, то путаница исчезает, потому что в этой триаде у каждой части есть строго обозначенная неизменная роль. Поэтому здесь я позволю себе пойти против установленных в формальной логике норм и буду называть предмет, о котором что-то сообщается, объектом суждения. Итак, вернемся к исходному высказыванию «некоторые деревья являются вечно зелеными». Здесь деревья это объект суждения, который в данном случае представлен множеством. «Некоторые» это квантер, то есть количественное уточнение для объекта суждения. Вот другие возможные квантеры. Все, ни один, ни более шести, хотя бы трое. Квантер и объект вместе дают нам лучшее представление о каком точно предмете мыслил автор высказывания. Здесь это «некоторые деревья». О них сообщается, что они являются вечно зелеными. При этом нетрудно понять, что ключевой информацией о некоторых деревьях, которую доносит до нас это суждение, является их свойство вечно зеленые, а слово «является» лишь помогает выстроить предложение в привычном и понятном для нас виде. Соответственно, «являются» это связка, а «вечно зелеными» предикат. К счастью, вам не обязательно в совершенстве владеть этими нюансами, чтобы иметь неплохое представление о суждении. Если представить себе упрощенную схему, где некоторые деревья будут объектом, а являются вечно зелеными предикатом, это не нарушит общий смысл суждения. Самое важное, что одна его часть идентифицирует некий обсуждаемый предмет в широком смысле, то есть он может быть представлен и множеством объектов, и даже множеством признаков, а во второй части о них что-то сообщается. Как бы то ни было, в нашем формирующемся определении истины мы можем заменить слова повествовательное высказывание на суждение, и получится, что истина это верное суждение о реальном мире или о формализованном абстрактном знании, которое воспроизводится в сознании множества индивидов одинаково. Есть некоторые неочевидные нюансы, которые следует понимать об этом определении. Кто-то может возразить, что термин «суждение» задает только форму высказывания, но не его смысл, а это значит, что обсуждаемый предмет вовсе не обязательно будет определён однозначно. Например, высказывание «Александр завоевал Персию» является суждением, но имя «Александр» в нём не является идентификатором уникального предмета во Вселенной. Много Александров живут ныне и жили ранее, и нельзя понять, о ком из них идёт речь в данном суждении, ведь мы установили, что для определения истинности высказывания опираться на контекст неэффективно. Это делает высказывание непроверяемым, и следовательно невозможно выяснить, является ли оно истиной. Кажется, что для устранения подобных случаев к определению следовало бы добавить уточнение, что объект должен быть выражен однозначно, чтобы оно могло претендовать на истинность. Но давайте обратим внимание на определение истины ещё раз. В нём говорится, что истина может быть суждением либо о реальном мире, либо о знании. Когда объект суждения неявно обозначает обсуждаемый предмет, он попросту не имеет смысла, поскольку не идентифицирует реальный предмет и не передаёт конкретное знание. Это означает, что суждения с расплывчато сформулированным объектом согласно текущему определению уже не могут быть истиной, и никакие дополнительные уточнения в определении не требуются. Ещё один важный нюанс заключается в том, что согласно этому определению истина, когда она описывает реальный мир, не может передавать информацию о будущем времени, хотя это и не очевидно на первый взгляд. Для правильного понимания, как устроена истина, нам следует понять нечто важное о том, как люди воспринимают информацию. Когда мы видим предметы, это возможно благодаря свету, который отражается от них и попадает на сетчатку наших глаз. Обычно он проделывает этот путь за ничтожно малое, но всё же не нулевое время. Звуки, которые мы слышим, долетают от источника до наших ушей во много раз медленнее, чем свет. Когда мы ощупываем предметы, то сигналы от наших нервных окончаний до отделов мозга, отвечающих за мышление, доходят также за некоторое время. Всегда, когда бы мы не регистрировали какую-то реальность, мы чувствуем и осознаем состояние вещей, которое немного отстаёт от действительного. Это является дополнительным поводом разделять реальный и действительный миры. Иногда такое отставание весьма значительно. Например, во время грозы иногда можно услышать гром от электрического разряда, который фактически случился более десяти или даже пятнадцати секунд назад. Что же касается звёзд на небосводе, их свет передаёт нам не текущее состояние, а те, которые имели место сотни, тысячи и миллионы лет назад. Люди без достаточного образования, как правило, не задумываются о таких вещах и считают всю информацию отражением действительного состояния вещей на момент восприятия. Иначе говоря, они считают, что всегда видят только то, что происходит в настоящем. Общепринято считать, что сохранённая информация о прошлом значительно менее надёжна, чем поступающая в настоящий момент и поступившая в ближайшие минуты. Это часто бывает верно, но бывает и совсем наоборот. Например, известны случаи, когда люди наблюдали в небе неопознанный летательный аппарат, который по их убеждению принадлежал внеземной цивилизации, а через минуту или две они убеждались, что они видели всего лишь пятнышко на оконном стекле, через которое происходило наблюдение неба. При чтении регулярно бывает, что мозг в спешке принимает прочитанную фразу за другую, которая более часто употребительна или более соответствует содержимому сознания чтеца. И получается, что человек воспринял и запомнил информацию, которой никогда не было в этой книге. В то же время науке известно множество экспериментов, которые произошли десятки лет назад, но при этом были проведены в присутствии множества свидетелей, подробно задокументированы, подтверждены аналогичными экспериментами других независимых исследователей, и потому знание о ходе и результатах этих экспериментов чрезвычайно надежно. Также известны исторические события, которые произошли сотни лет назад, но подробные свидетельства об этих событиях встречаются в письменных источниках самого разного уровня и качества, на разных языках, в разные времена и в разных странах. В их подлинности также не приходится сомневаться. Таким образом, вопреки общепринятому стереотипу информация из прошлого бывает многократно более надежной, чем полученная прямо сейчас. Поэтому при восприятии и обработке информации из реального мира, ее свежесть имеет не слишком большое значение для определения ее достоверности, а гораздо большее значение имеет организация специальных условий для максимально адекватного восприятия и точного сохранения этой информации. Итак, высказывание о чем-либо, что происходило в прошлом и высказывание о происходящем прямо сейчас на самом деле оба передают состояние вещей, которые имели место некоторое время назад, малое или большое. Но ничего подобного не происходит, когда кто-либо высказывается о реальности в будущем времени. Поскольку на момент рождения высказывания будущее по определению еще не случилось, такое высказывание не описывает состояние вещей, которое уже имело место. Отсюда очевидно, что истина о реальности в настоящем или прошлом и гипотетическая истина о реальности в будущем это неравноценное понятие. В первом случае происходит констатация уже свершившегося, во втором предположение, догадка о чем-либо, что только может случиться. Известно бесчисленное множество случаев, когда люди предполагали что-либо о будущем и это не сбывалось. Соответственно, попытки называть высказывания о будущем истиной в том же смысле, как этот термин применяется к высказываниям о настоящем и прошлом, являются нарушением первого закона логики, предложенного величайшим из великих и отцом науки. Зная это, мы теперь можем вернуться к законам природы, сформулированным в различных науках, и понять еще одну их особенность. Поскольку законы являются утверждениями общего характера, они, в числе прочего, претендуют описывать поведение реальных предметов в будущем, что несовместимо со свойствами истины. У нас нет совершенного знания о том, что природные законы, которые действовали вчера, будут действовать и завтра. Мы можем только предполагать это и надеяться. Следовательно, хотя принятые наукой законы природы можно вполне успешно использовать в хозяйственной деятельности, согласно положениям научного материализма обоснованно называть их истиной все же нельзя. Совсем иначе ведут себя высказывания о будущем, когда они передают поведение абстрактных сущностей, свойства которых строго определены. В отличие от реального мира и сложных фантазий, в этом случае мы обладаем полнотой сведений о мыслимых предметах и об условиях, которые на них влияют. Если параллелограмм разрезать по его диагонали, получится два равных треугольника, и сколько бы мы не экспериментировали, в рамках евклидовой геометрии это утверждение всегда будет верно. Если умножить 17 на 17, результатом будет 289, и сколько бы мы не экспериментировали, в рамках традиционного понимания арифметики это утверждение также всегда будет верно. Поэтому следует помнить, что истина все-таки может описывать будущее, но не во всех случаях, а только когда речь идет об идеальных абстракциях. К сожалению, в формальной логике проблема истины о будущем времени существовала очень долго и на протяжении многих веков не была решена, хотя о ней высказывался еще Аристотель. Это приводило к изобретению множества якобы логических парадоксов, которые в значительной степени компрометировали репутацию логики как полезного знания. Возьмем, к примеру, классический древний парадокс о женщине и крокодиле, схватившем ее ребенка. Крокодил обещал женщине отпустить ребенка, если она угадает, отпустит он его или нет. Предполагается, что для победы на вопрос следовало дать верный ответ. Как мы поняли ранее, чтобы обоснованно считать высказывание верным, передаваемые в нем сведения должны быть проверены. В случае высказываний, которые описывают прошлое и настоящее, а фактически в обоих случаях передают уже прошедшее состояние вещей, проверка возможна именно потому, что передаваемое состояние вещей уже случилось, и мы можем собрать о нем необходимую информацию, чтобы сравнить ее с той, которая содержится в высказывании. В данном же случае, поскольку речь идет о реальном событии в будущем времени, искомое состояние вещей еще не случилось, и то, каким оно будет, зависит от множества факторов, в том числе от свободного волеизъявления крокодила. Таким образом, здесь отсутствует сохраненный в памяти или на внешних материальных носителях опыт, который передавал бы некую действительность, неотвратимую сложившуюся данность, соответствующую той информации, которую запросил крокодил. Следовательно, любой ответ на вопрос крокодила не может быть проверен до тех пор, пока крокодил не объявит о своем окончательном решении, и потому до тех пор никак не может быть верным. Проще говоря, крокодил может повлиять на исход событий уже после того, как он получит ответ от женщины. Какой бы исход она не объявила истинным, крокодил всегда может поступить иначе и тем самым превратить ее ответ, претендующий на истинность, в ложный. Надеюсь, теперь стало вполне ясно, что высказывания о будущем крайне ненадежны и не годятся, чтобы называться истиной. В связи с этим я предлагаю читателям запомнить простой, но очень важный принцип. Верное значит проверяемое и значит всегда о настоящем или прошлом. Мне неизвестно, допускают ли большинство современных философов и ученых называть истиной высказывания о реальности в будущем времени, но я встретил множество людей, для которых такое является обыденной практикой. Вам я настоятельно рекомендую избегать таких вольностей, и качество вашего мышления значительно возрастет, а число возникающих мысленных парадоксов сильно сократится. Что же касается определения истины, вам следует понимать, что слово верное в нем неизбежно означает, что истина не может передавать информацию о реальности в будущем. Люди, далекие от научного способа мышления, могут гиперэмоционально доказывать, что завтра утром солнце обязательно взойдет над горизонтом и что это известная неотвратимая данность, но такие люди не понимают, что в своих суждениях они руководствуются догадками, а не опытом восприятия уже случившегося состояния вещей, и что высокая вероятность восхода солнца завтра утром не делает предположения подтвержденной истиной. Рассмотрим еще один известнейший якобы логический парадокс, так называемый парадокс лжеца. Он встречается в разных формах, одна из его классических форм представлено высказыванием «это утверждение является ложным». Те, кто ранее не сталкивались с этим парадоксом, могут ознакомиться с необычным свойством этого высказывания. Если признать его истинным, то немедленно получится, что оно ложно. Если же признать его ложным, то немедленно получится, что оно истинно. Неэффективные представления об истине заставляли философов в течение веков считать это настоящим парадоксом. Вместо его решения лучшие умы человечества многократно признавали, что существование неразрешимых парадоксов в логике вообще является неизбежным и заурядным явлением, а существование данного конкретного парадокса было объяснено присутствием в нем так называемой самореференции, то есть обращения высказывания к самому себе. Считается, что такое высказывание аналогично математической функции, аргументом которой является сама эта функция, приводит к парадоксам и потому попросту не может быть оценено на предмет его истинности. Между тем, внимательный читатель, усвоив приведенное здесь определение истины, мог заметить, что в высказывании «это утверждение является ложным» не описываются ни объекты реального мира, ни знания, потому что данное высказывание не передает уже известное свойство, присущее ему, а только пытается задать его впервые, и у нас нет готового эталона, с которым мы могли бы провести сравнение для проверки. Если высказывание невозможно проверить, то, как и в случае с высказываниями о реальности в будущем времени, критерий истинности или ложности к нему не применим. Таким образом, мнимый парадокс лжеца следует рассматривать не как осмысленное утверждение, вызывающее противоречие в логике, а как утверждение бессмысленное, потому что оно претендует оценивать истинность высказывания, которое такой оценке не подлежит. Впрочем, для кого-то окажется не слишком очевидным, что слово «утверждение» в данном случае не следует относить к реальному миру, поэтому давайте рассмотрим этот момент подробнее. Утверждение есть повествовательное высказывание. Высказывание, поскольку является множеством идей, выраженных материальным способом, имеет двойственную природу. С одной стороны, оно передает некоторое количество информации, то есть чистейшей абстракции, неявленной в реальном мире. С другой стороны, само высказывание в реальности представлено либо серией колебаний воздуха, либо чернильным следом на бумаге, либо серией разно намагниченных участков специального диска или пленки, либо рисунком из вмятин на глиняной табличке и тому подобное. Когда люди оценивают высказывание, почти во всех случаях они имеют в виду его идейную составляющую и очень редко вспоминают о его материальном выражении. В самом деле, вспомните, сколько раз в своей жизни вы слышали высказывания вроде «Закон сохранения энергии изменил представление ученых о вселенной» и сколько раз вы слышали нечто вроде «Закон сохранения энергии требует столько-то чернил и места на бумаге для его записи». Если мы вновь обратимся к рассматриваемому парадоксу, то легко заметим, что в нем утверждается о ложности высказывания, то есть оценивается именно его идейная составляющая, а не материальное выражение. Следовательно, обсуждаемым предметом здесь является идея. Если же мы рассмотрим высказывание «Это утверждение состоит из четырех букв», здесь предметом обсуждения будет являться материальное выражение этого высказывания, и для определения его истинности нам всего лишь придется сосчитать либо отдельные звуки среди колебаний воздуха, либо отдельные чернильные знаки на бумаге, либо группы светодиодов на экране, излучающие свет отлично от фона. Возможно и другие варианты, но все они будут представлены в реальном мире. Рассмотрим также так называемый парадокс цирюльника. Хотя он и является наравне с парадоксом лжеца, частным проявлением парадокса Рассела, попробуем отнестись к нему здесь как к самостоятельному явлению. Его формулировка выглядит приблизительно так. Единственный цирюльник в городе бреет всех его жителей, которые не бреются сами и никого кроме них. Бреет ли цирюльник сам себя? Вы можете заметить, что если цирюльник бреет сам себя, то он относится к множеству жителей его города, которые бреются сами, и поэтому в соответствии с его заявленным свойством он не должен брить себя. Если же он не бреет себя, то в соответствии с его заявленным свойством он обязательно должен брить себя. На первый взгляд здесь действительно имеет место очевидный парадокс. Но если вдуматься в смысл слова «бреет», как оно употребляется в исходном высказывании, то все явление предстает в совершенно ином свете. Слово «бреет» здесь означает не реальный процесс, который происходит в настоящем времени, а некую привычку отношения цирюльника к его профессиональной деятельности, его идейную позицию, то есть не передает ничего реального и потому не имеет постоянного единого эталона, пригодного для изучения множеством людей. Также описанная позиция цирюльника не является знанием, потому что приведенная информация не позволяет выстроить непротиворечивую модель его поведения. Поскольку указанное свойство цирюльника не описывает ни реальные предметы, ни знания, все высказывание не может оцениваться по критерию истинности, как металл не может оцениваться по критерию частоты, а скорость не может оцениваться по критерию плотности. Вопрос, бреет ли цирюльник сам себя, не имеет смысла, поскольку направлен на прояснение отношения цирюльника к его работе, которое не было до этого однозначно определено. Зная это, неверно называть данное высказывание о цирюльнике логическим парадоксом. Парадоксальность здесь проявляется лишь тогда, когда мыслящий субъект имеет неэффективное представление об истине и пытается найти истину там, где это понятие не должно применяться в принципе. Так я рассуждал, и постепенно у меня нарастало понимание, что между истиной и знанием существует гораздо более простая и прямая связь, чем мне представилась изначально. Я начал осознавать, что истина является просто выражением знания в словесной форме. Но сложное определение истины, которое включало в себя описание предметов реального мира, не позволяло до конца понять, как работает эта связь. И внезапно я осознал нечто важное о проверяемости высказываний. Смысл этого свойства заключается в том, что проверка вообще возможна, и оно не позволяет нам мгновенно знать, является ли высказывание истиной. Истина перед нами или нет, мы сможем узнать это только после того, как проверим высказывание на его соответствие имеющемуся знанию, либо актуальным свойством и поведению реальных предметов. Но ведь если мы в ходе проверки изучим состояние реальных предметов, то получим знания о них. Это означает, что при оценке истинности высказывания мы всегда и в любом случае будем сличать его с уже имеющимся знанием. В одних случаях это будет знание о воображаемых предметах и идеях, в других случаях – о реальных предметах. Таким образом, определение значительно упрощается и выходит, что истина – это суждение, верно передающее некоторое знание. Это определение соответствует выведенному ранее принципу – знание в будущем времени невозможно для реальных предметов, а для абстрактных – возможно. Зато теперь, когда мы применили термин «знание» также и к реальным предметам, появилось дополнение. Говоря об абстрактном знании, мы определились, что нам не под силу проводить точное сравнение сложных сущностей, и поэтому мы считаем знанием только очень простую информацию об их отдельных свойствах, которые легко можем сравнивать между собой. То же самое актуально для реальных предметов. Говоря истину о чем-то реальном, мы не можем компактно передать полноту мыслимых нами свойств этого предмета, даже хотя эта полнота является ничтожной долей его действительных свойств. Нам придется говорить только об отдельных, простых для понимания свойствах предметов, и только такие свойства мы сможем надежно проверить. Это значит, что мы можем установить истинность утверждений, что конкретный человек имеет вес 70 килограммов, или что он прыгнул на 2 метра в длину, но не сможем сделать это для утверждений, что он вынослив или красив, потому что эти слова не передают всю полноту информации, которая ими подразумевается. Таким образом, истина теперь является универсальным понятием, которое относится к реальности и абстракциям одинаково. Простота и универсальность терминов – очень хорошее свойство для эффективной системы мышления, поэтому мы можем считать, что в случае с истиной одержали заметную победу. Если в свете нового определения истины пересмотреть упомянутые здесь мнимые парадоксы, то их разгадка становится еще проще. В первом случае ответ женщины нужно сравнивать с окончательным решением крокодила, а он его еще не принял. Во втором случае идею, передаваемую в высказывании, нужно сравнить с истинностью или ложностью самого этого высказывания, а заранее об этом ничего не известно. В третьем случае наш ответ нужно сравнить с описанным отношением цирюльника к своей работе, которая ущербна по своей сути. Таким образом, ни в одном из этих случаев сведения, предлагаемые в качестве эталона для сравнения, не являются знанием. Поскольку истина должна передавать знание, критерий истинности к описанным случаям неприменим, поэтому рассматривать данные случаи на истинность их положений или ответов на их вопросы попросту некорректно. Я не берусь утверждать, что научный материализм разом устраняет все известные парадоксы в логике и философии. Полагаю, что большинство из них мне даже не знакомы. Но мне хотелось указать направление, в котором должна развиваться философская мысль. Система знаний, при помощи которой мы познаем мир, данный нам в ощущениях, должна опираться на такие законы и определения, которые будут вызывать наименьшее число противоречий, а в идеале не вызывать их вовсе. Любому читателю, который найдет здесь упущение, ошибки или неточности, следует приложить усилия для качественного улучшения этого учения, чтобы оно стало эффективным в большем числе случаев, чем прежде. Тем временем научный материализм сам по себе уже является продуктом таких усилий, проясняя важные понятия, которые ранее описывались философами довольно запутанно. Возьмем для примера представление Ленина об истине. «Быть материалистом» значит признавать объективную истину, открываемую нам органами чувств. «Признавать объективную, то есть независящую от человека и от человечества истину, значит так или иначе признавать абсолютную истину». Поскольку здесь говорится, что объективная истина открывается нам органами чувств, уместно предположить, что это понятие имеется в виду Лениным в том же смысле, что и объективная реальность, которая в научном материализме зовется действительным миром. В таком случае непонятно, зачем должны существовать два разных термина – объективная реальность и объективная истина. Идея, то есть истина, как процесс, ибо истина есть процесс, проходит в своем развитии три ступени. Из последней части этой цитаты следует, что, по-видимому, объективной истиной Ленин все же называет не действительный мир, а реальный, то есть верную модель в сознании человека той части природы, которая доступна для нашего восприятия. Это противоречит прежней цитате, ибо в ней говорилось, что объективная истина открывается нам органами чувств, а для моделей в сознании это не работает. В отличие от предметов и свойств действительного мира, модели в нашем сознании не открываются, а выстраиваются в процессе мышления из полученных органами чувств данных. Предположим, что здесь попросту имела место легкая небрежность формулировок, а на самом деле в обоих случаях под истиной имелась в виду верная модель природы в сознании человека. Но даже в таком случае вызывает недоумение, что здесь же рядом Ленин прямо утверждает, что истина есть процесс. Это противоречие не получится объяснить небрежностью, и как его решить я не представляю. Модель есть образ, который можно передать при помощи изображений или скульптуры. Процесс есть чистая абстракция, идея, означающая последовательную изменчивость некой во многообразии. Это слишком далеко отстоящее друг от друга понятие, и их смешивание привносит в рассуждение изрядную путаницу. Если дополнительно принять во внимание, что в терминологии Ленина, кроме объективной истины, присутствует также абсолютная истина и относительная истина, путаница только усиливается. Такие проблемы с определениями случались у множества философов, и научный материализм имеет целью избежать их повторения. Итак, чтобы привести пример истины, вам потребуется выполнить следующую инструкцию. Первое. Вспомнить, что истина – это всегда повествовательное высказывание и ничто другое. Второе. Убедиться, что вся информация, которую вы намерены поместить в высказывание, передает актуальные свойства и поведение либо частей реального мира, либо абстрактных сущностей, которые воспроизводятся в сознании разных людей, одинаково. Третье. Если высказывание описывает реальный мир, то убедиться, что речь идет о настоящем или прошлом времени, но не о будущем. Четвертое. Привести это высказывание к такой форме, чтобы одна его часть однозначно называла обсуждаемый предмет, а другая сообщала что-либо об этом предмете. Пятое. Убедиться, что высказывание не искажает исходное знание, а передает его верно. Примерами результатов выполнения этой инструкции могут послужить следующее высказывание. Город, в котором я сейчас нахожусь, имеет на своей территории более 10-ти 25-этажных зданий. Сосуд объемом 2 литра не может вместить 10 килограмм алюминия. Мои глаза сейчас открыты. Львы относятся к семейству кошачьих. Луна обращена к земле той же стороной, что и месяц назад. Важная деталь. Субъект может сравнивать высказывание только с собственным знанием, ведь если бы ему было доступно еще чье-то знание, оно автоматически стало бы и его знанием тоже. Это означает, что одно и то же суждение может быть для разных субъектов истиной или ложью, в зависимости от имеющегося у них набора информации, который они считают знанием. Это неудобное обстоятельство в некоторой степени дискредитирует понятие истина, но, к сожалению, именно так устроен мир и с этим ничего нельзя поделать. Мы лишь могли бы попытаться назвать истиной что-то другое, стабильное, но давайте вспомним, что даже реальные предметы не всем видятся одинаково, а действительный мир, как предполагаемый первоисточник реального, мы не можем воспринимать совершенным способом со всей полнотой его свойств. Таким образом, полностью однозначной истина может быть только для некоторых простых абстракций, вроде арифметики, а с познанием реальности мы всегда будем испытывать некоторые проблемы, и оценка суждения, в котором речь идет о реальных предметах, будет зависеть от полноты информации, которая имеется в сознании оценивающего субъекта, и от ее соответствия действительному состоянию вещей. Следовательно, возможны случаи, когда оценивающий субъект будет считать высказывание истиной, в то время как автор высказывания будет считать его ложью, а позднее окажется, что оба они представляли реальность неверно, и статус истинности этого высказывания для каждого из них непредсказуемо изменится один или более раз в соответствии с поступающей информацией. Проблему здесь следует видеть не в ущербности понятия истина, а в несовершенстве методов познания. Улучшая свое умение правильно применять эти методы, вы сможете избежать множества проблем. Для простоты общения, когда все его участники хорошо знают, что такое истина, допустимы некоторые иносказания, например, поставить на место объекта суждения вместо реального или абстрактного предмета процесс, свойства или описание связи между предметами, если такая постановка не изменяет первоначальный смысл высказывания. К примеру, можно вполне обоснованно назвать истиной высказывания типа «Вращение колеса обозрения в парке Х города Y совершается сейчас со скоростью 1 оборот за 10 минут», «Отношение объемов конуса и цилиндра одинаковой высоты и диаметра равно 1 к 3» и «Ось вращения Земли наклонена на х градусов к плоскости ее орбиты». Все эти высказывания описывают нечто проверяемое. Но при этом необходимо всегда понимать, что при наблюдении вращения колеса обозрения вы фактически будете наблюдать различные положения реального объекта – колеса обозрения относительно других реальных объектов в разные моменты, сохранять эти положения в памяти и мысленно обобщать их в процесс вращения, а при исчезновении этого реального объекта вращение также исчезнет. При проверке отношения объемов двух фигур вы будете мыслить об этих двух фигурах как о предметах, а при их исчезновении объем также исчезнет. При измерении угла наклона оси вращения Земли фактически вы будете исследовать перемещение различных участков поверхности Земли относительно звезд, а при исключении этих предметов из наблюдения невозможно будет визуально определить, где находится ось вращения. Употребляя такие высказывания, нужно всегда уметь переводить их в такую форму, где объектом суждения будут являться предметы, а не процессы и свойства. Это полезно для прояснения мыслей и благоприятствует как индивидуальному грамотному мышлению, так и качественной передаче информации. Но существуют также и высказывания о предметах, которые не являются объектами, представляемыми визуально, например, цвет является свойством. Имея определение свойства и зная, что вы подразумеваете под цветом, вы можете определить, что данное высказывание является истиной. При этом данное высказывание уже самым прямым способом передает доносимую мысль, почти не допуская двусмысленности, и переводить его в какую-либо другую форму не требуется. Для хорошего овладения истиной также необходимо натренироваться переводить любые высказывания, касающиеся реального мира, в реальные описательные категории, причем нужно понимать, что реальные – это чаще всего материальные. Например, высказывание «Событие Х случилось в году Y» описывает реальный мир, но делает это неочевидным способом. Если попросить неподготовленного человека защитить это высказывание на предмет его истинности, он, скорее всего, не справится с задачей, потому что не сможет объяснить, как год и время вообще относятся к реальному миру. В данном случае следует понимать, что летоисчисление – это не случайная абстракция, которая в случае единоразового уничтожения всех календарей будет непременно искажена в представлении людей или полностью забыта. На самом деле, каждой дате соответствуют различные положения астрономических объектов в космосе и различные положения и состояния множества предметов на Земле. Когда я говорю «произошло в таком-то году», я имею в виду, что в момент, когда случилось названное мной событие, небесные тела и некоторые предметы на Земле имели определенное состояние и размещались относительно друг друга определенным образом, который я запомнил. Астрономы, геологи, палеонтологи, метеорологи и многие другие специалисты могут помочь довольно точно описать то состояние вещей. Таким образом, хотя дата есть абстракция и может меняться на любую другую при применении произвольных систем летоисчисления, все же высказывание с датой обращается к конкретному состоянию вещей в реальном мире, которое имело место в некоторый определенный момент или период. Аналогично этому примеру высказывание «автомобиль с номерным знаком х в точке с координатами у движется со скоростью z» на первый взгляд сообщает нам значение абстрактной физической величины – скорости. Фактически же подразумевается, что за ближайший прошедший очень малый определенный промежуток времени, который может быть выражен через материальный эталон секунды, автомобиль прошел определенное расстояние, которое выражается через материальный эталон метра. Если вы постараетесь, то сможете даже высказывание «гражданин Х ведет себя агрессивно» выразить через конкретные реальные сиюминутные признаки организма этого человека, его определенные слова, жесты и поступки. Если вы объявите, что под агрессией вы подразумеваете именно такие признаки, вы сможете защитить истинность своего высказывания. Но вряд ли у вас получится привести к реальным описательным категориям высказывания типа «девушка Х стоит того, чтобы ее добиваться» или «туманность конская голова более красива, чем крабовидная». Такие высказывания имеют строго оценочную природу, то есть выражают отношение субъекта к девушке Х и к упомянутым областям космоса. Эти высказывания не передают знания и потому не могут рассматриваться на предмет их истинности в научном материализме. Как вы можете заметить, объяснение произвольных высказываний реальными категориями требует некоторой эрудиции и потому без специальных тренировок представляется затруднительным генерировать истины о любых предметах в неограниченном числе, если, разумеется, вы хотите быть способными защитить истинность своих высказываний, а не просто заявить об этом голословно. Если вы хотите мыслить очень эффективно, я настоятельно рекомендую вам такие тренировки. Для того, чтобы определить, является ли что-либо истиной, вам понадобится следующий подход. В первую очередь нужно обратиться к общему правилу, которое действует всегда. Любой объект мышления, будь то реальный или вымышленный предмет, свойство, событие, процесс, явление, состояние, отношение и что угодно другое, следует называть определенным термином, если этот объект мышления соответствует определению этого термина. Если выразить это совсем примитивно, получится нечто такое. Что-то первое является чем-то вторым, если оно соответствует определению этого второго. Вот некоторые частные проявления этого правила. В некоторых случаях вы не будете знать, что вам предстоит оценивать, и для таких случаев можно заменить формулировки на более общее. Объект мышления является камнем, движением или формой, если он соответствует определению камня, движения или формы. В данный же момент нам будет полезно другое частное проявление этого правила. Объект мышления является истиной, если он соответствует определению истины. Предполагается, что в рамках научного материализма вам придется оценивать на истинность только высказывания, но в беседах с носителями других систем воззрений вас могут попросить рассмотреть непредсказуемо разные вещи и ответить, считаете ли вы их истиной. Усвоив предлагаемый здесь подход, вы всегда сможете дать уверенные обоснованные ответы. Итак, вы должны вспомнить определение истины и поочередно сравнить все предложенное вашему вниманию с этим определением. Оно состоит из трех частей – верное, суждение и знание, поэтому сравнение будет происходить следующим образом. Нужно проверить, является ли объект вашего мышления суждением, то есть высказыванием, в котором одна часть называет некий предмет, а другая часть сообщает о нем что-либо. Если нет, то это по определению не может быть истиной. Если это суждение, то следует перейти ко второму этапу. Нужно проверить, обращено ли это суждение к знанию. При этом, если оно содержит произвольные неочевидные термины, то нужно выяснить их точное значение, чтобы избежать двусмысленности. Проверка может включать в себя как реальные эксперименты, так и логические умозаключения, в том числе математические операции. Если суждение обращено к информации, которая не подкреплена достаточным основанием, например, к догадкам, слухам или фантазиям, то оно по определению не может быть истиной. Если в суждении описывается нечто такое, что прямо сейчас проверить затруднительно, то следует либо отказаться от оценки данного высказывания на истинность, либо условно квалифицировать его как истину или ложь, положившись вместо проверки на информацию от опосредованных источников, которые вы считаете надежными. В дальнейшем эту информацию придется подтвердить проверкой, если представится такая возможность, а до тех пор следует относиться к ней с осторожностью, как к потенциально ошибочной. Если же суждение обращено к знанию, следует перейти к третьему этапу. Нужно определить, верно ли суждение передает имеющееся знание. Если да, то оно по определению является истиной, в противном случае оно ложно. Важное замечание. Вам всегда следует знать и напоминать себе, что получение информации через опосредованные источники – это богатая почва для ошибок и злонамеренных фальсификаций, и потому злоупотребление такими источниками есть порочная практика, идущая вразрез с эффективностью. Даже самые именитые ученые и философы могут ошибаться в некоторых вопросах так же наивно, как малые дети. Хорошим напоминанием об этом стал Лайнус Полинг, дважды Нобелевский лауреат, которому рукоплескал весь мир, которого награждали даже в СССР во время Холодной войны, и который от утверждений, что витамин С лечит простуду, дошел до утверждений, что он лечит рак. Первую Нобелевскую премию Полинг получил по химии и к тому же был очень знаменит, его публичный авторитет в течение некоторого времени был непререкаем. Продажи витамина С тогда взлетели в стратосферу, но с тех пор прошли десятилетия, сам Полинг и его жена умерли от рака, а научное сообщество так и не нашло подтверждений заявленных им свойств витамина С. Напротив, в связи с неоднозначным действием больших его доз на организм в разных состояниях, многие государства законодательно ограничили на своей территории его продажу и допустимые дозировки. Для грамотно мыслящих людей эта история является очередным свидетельством того, что самые надежные инструменты для познания мира – это эмпирический опыт, в том числе эксперимент, и строгий логический вывод. Никакие другие методы получения знаний не сравнятся с ними по надежности, и если вы хотите преуспеть в жизни, именно эти методы, а вовсе не гороскопы, нумерология, интуиция, апелляция к авторитету и к мнению большинства должны стать вашими лучшими друзьями. Кажется, мы уже неплохо разобрались, что такое знание и истина, и для удобства дальнейшего мышления и общения будет также полезно упомянуть противоположные для них понятия. Поскольку традиционные представления людей об истине слишком сложны и запутанны, чаще всего опрашиваемые мной люди затруднялись назвать антоним истины. Но для истины, как она определена в научном материализме, есть соответствующее противоположное понятие – ложь. Этот термин используется здесь не в повседневном и не в юридическом значении, а как в формальной логике в течение последних двух тысяч лет. Обычно под ложью мы имеем в виду злоумышленное деяние – передачу другому человеку информации, которая заведомо противоречит имеющемуся у рассказчика знанию. В логике подход более простой и строгий. Отрицание какого-либо явления или суждения осуществляется при помощи частицы «не». Следовательно, если истина – это суждение, верно передающее некоторое знание, то ложь – это суждение, неверно передающее некоторое знание, то есть информация в ложном высказывании вступает в противоречие с имеющимся знанием. Как вы можете понять из этого определения, злоумышленность действий автора высказывания не имеет отношения к истинности или ложности суждения, истинность определяется только формой высказывания и его отношением к известному знанию. Проще дело обстоит с противоположностью знания, подходящее для него слово – заблуждение. Здесь нет расхождений с толкованием этого термина большинством людей. В то время как знание согласно определению верно передает устройство чего-либо, заблуждение передает устройство тех же вещей неверно. Различие в определениях снова заключается лишь в добавлении частицы «не». Но строгое разделение информации на знание и заблуждение имеет лишь формальный характер. Как мы помним, информация, которую принято считать знанием, часто содержит в себе множество непроверенных связей, поэтому во многих случаях знание впоследствии окажется заблуждением. Также отличие знания и заблуждения в том, что знание – это единственный непротиворечивый набор информации, описывающий что-либо, а заблуждений об одном предмете может быть бесконечное множество разных, с малыми или значительными отличиями между версиями. Близким по значению термином, который иногда используют вместо слова «заблуждение», является иллюзия. Не всегда такое использование оправдано. Под иллюзией изначально имеется в виду только такая информация, которую возможно визуализировать. Если кто-то говорит «интеграл – это правая часть математического уравнения», принято отвечать, что этот человек заблуждается, но не принято говорить, что это иллюзия. Некоторую путаницу привносит переносное значение этого слова, когда говорят, что чьи-то представления, скажем, о демократии являются иллюзией. Но все же, если попросить кого-либо назвать неверные идеи одним словом, то гораздо чаще вы услышите, что это заблуждение, а не иллюзия. Второе отличие иллюзии от заблуждения заключается в том, что этот термин применяют в его основном значении только по отношению к реальному миру, но не к абстрактному знанию или вымышленным предметам. Например, интуитивное представление, что Солнце и Луна на небосводе находятся от нас на одинаковом расстоянии, принято называть иллюзией, но неверное представление о внешнем виде Жака Паганеля, персонажа романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта», мало кто назовет иллюзией. В таких случаях используют слово «заблуждение». Разумеется, под словами «неверное представление» здесь я имею в виду такое, которое не соответствует литературному описанию. В итоге я сделал вывод, что иллюзия – это частный случай заблуждения, который в основном значении этого термина относится только к реальному миру, и потому иллюзия может быть представлена визуально, в то время как заблуждение вообще может включать в себя идеи любой степени абстракции. Если искать противоположность иллюзии, то это, наверное, должно быть непогрешимое знание о действительном мире, и соответствующий термин для такого понятия мне неизвестен. Кто-то поспешил бы назвать такое знание истиной, но тогда пришлось бы искать другой термин для верных суждений. Подводя итог, антонимом истины является ложь, антонимом знания – заблуждение, а иллюзия – это разновидность заблуждения. При этом истина является материальным выражением «знания». Нам осталось рассмотреть еще одно важное и часто используемое понятие – факт. Большинство людей, видимо, не отличают его от истинные знания и называют словом «факт» не только все верные высказывания и модели, но часто даже и предположения. Например, мне однажды довелось услышать высказывание «в моей стране скоро все наладится, и это факт». Заключенный в этом высказывании тезис о стране одновременно и относится к будущему времени и является оценочным суждением, но почему-то его назвали «фактом». Хотя термины в научном материализме для упрощения их освоения стремятся быть как можно ближе к их общепринятому повседневному смыслу, ситуация с использованием понятия «факт» является совершенно недопустимой и требует некоторой его корректировки в умах людей для достижения максимальной эффективности мышления. К сожалению, даже в научной среде научным фактом называют и события, и статические явления, и связи между частями природы и высказывания обо всем перечисленном. Это не способствует ясности мышления, поэтому было бы неплохо иметь ясное и непротиворечивое описание факта в общем материалистическом смысле. В первую очередь я возражаю против подхода, когда один и тот же термин в рамках одного узкого раздела знаний в разных случаях относится к разнородным мыслительным категориям. Лондон – это город, движение – это процесс, а талантливый – это оценка. Неэффективно мыслить таким образом, что слово «бизон» одновременно означало бы и живую особь конкретного биологического вида, и его шерсть, и процесс охоты на него, и его образ жизни, и высказывания об этом животном. О фактах чаще всего говорят, что они случаются и происходят, потому что изначально и чаще всего слово «факт» означает «событие». Попытки называть фактом «знание об отношениях между предметами» немедленно вызывают противоречие при произнесении фразы «в его жизни случился удивительный факт». «Знание» не может случиться, потому что оно статично по определению, и в попытках утвердить однородное непротиворечивое понятие о факте, я здесь не буду называть фактом ничто, кроме событий. Теперь давайте обратим внимание на то, что к фактам постоянно взывают как к наиболее тяжеловесному аргументу, используют их как самое веское доказательство. Часто можно услышать, что с фактами сложно спорить, что факт – это упрямая вещь. Это означает, что под словом «факт» пытаются иметь в виду нечто объективное, проверяемое, наиболее надежное среди всей прочей информации. При этом всегда подразумевается, что факты не подчинены нашей воле и постоянно случаются сами по себе, хотя их также можно организовать искусственно. Поскольку в абстрактных мыслительных построениях предметы не наделены свободой и поведение модели всегда зависит от воображения мыслителя, в таких моделях ничто не может случиться само по себе, и это значит, что фактами следует называть события только в реальном мире. Высказывание «2 умножить на 6 равно 12» неверно будет называть фактом, потому что оно передает некоторое известное знание и по определению является истиной. «Поскольку мы здесь делим реальный мир на пространство и материю, и пространство никогда не изменяется, следует очевидный вывод, что факт – это событие материальное. Разумеется, можно наблюдать участок реального мира, почти полностью очищенный от материи, где останется почти одно лишь пространство, и в этом участке будет возможно произвести различные события, но для этого неизбежно придется задействовать материю. Событие с участием одного лишь пространства невозможно». Итак, мы разобрались с материальной природой факта, но до сих пор было не вполне понятно, что такое событие. Нам снова нужно определение. Предмет в этом определении понимается в широком смысле, то есть это может быть и физическое тело, и изображение, и идея любой степени абстракции. Это определение довольно просто понять, но возникают сложности, когда оно применяется к материальным процессам. Идеи очень просты, они обладают минимумом свойств по сравнению с реальным миром, и уж тем более по сравнению с действительным. Что же касается материи, она движется постоянно, и определять, где началось мыслимое нами изменение состояния материального объекта и где оно закончилось – дело субъективного выбора. Попробуйте представить, казалось бы, вполне простое событие – человек из положения стоя сел на стул. Если заснять это на видео и рассматривать в замедленной скорости, то можно приблизительно определить, когда процесс приседания начался и когда закончился. Но если присмотреться еще ближе и медленнее, то можно обнаружить, что тело человека постоянно совершало малозаметные движения – микроскопические или даже различимые невооруженным глазом наклоны, повороты, сгибы и вздрагивания конечностей. Определить среди этих движений, когда точно началось приседание, достаточно затруднительно. А если нам сообщают, что на заводе построен самолет, как понять, где начало и конец этого события? Сначала нужно разобраться, что вообще имеется в виду под словом построен, но даже если установить, что речь идет о полной сборке самолета в цехе с нуля и до состояния готовности к применению, то все еще придется выбирать, когда началось строительство. То ли при доставке первых необходимых материалов в цех, то ли после установки всех необходимых вспомогательных конструкций, то ли при начале их установки. Вариантов может быть очень много и все это в равной степени относится и к завершению строительства. В связи с такими сложностями нам потребуется более подробное определение для материального события. Материальное событие – это изменение объекта или участка материи от состояния, которое наиболее соответствовало некоторой идее, до состояния, наиболее соответствующего другой идее. Изначально у меня было намерение указать в определении, что изменение материи обязательно происходит постепенно и непрерывно, но это является предметом для дискуссий. Кто-то скажет, что если это постоянное свойство материи, то некорректно приводить в определении уточнение того, что всегда происходит только одним способом и не может происходить иначе. С другой стороны, может возникнуть возражение от ядерных и квантовых физиков, что электрон не обладает орбитой, по которой он летал бы подобно планете, а вместо этого он, согласно имеющимся сегодня научным данным, исчезает в одном месте и появляется в другом, что противоречит концепции непрерывного движения, но все же перемещение электрона принято называть событием, причем вполне очевидно, что это материальное событие. Я не буду спорить с уважаемыми физиками по поводу устройства атома вообще и поведения электрона в частности, я лишь хочу обратить внимание читателя, что современные методы научных исследований позволяют только создавать приборы, которые предположительно умеют управляться внутри себя с теми микрочастицами, которые мы себе представляем, всячески испытывать их в разных условиях и на основании весьма неоднозначных результатов строить догадки. Сегодня не существует способа ясно увидеть содержимое атома и убедиться в верности, принятой в науке модели. Поэтому я позволю себе не принимать за данность, что электрон является классическим физическим телом, которое постоянно исчезает и появляется в другом месте. Сами же ученые не принимают это за данность и проблема подлежит дальнейшему прояснению. Предположение, что вся материя движется непрерывно, а курьезы, как в случае с исследованием электрона, вызваны несовершенством методов познания, является вполне основательным, ибо несоизмеримо более соответствует всей наблюдаемой реальности. Давайте пока примем, что любой материальный объект, перемещаясь из пункта А в пункт Б, проходит все точки траектории, которая соединяет эти пункты. И все же, поскольку ученым нужно обсуждать квантовые явления, пусть и недостаточно проясненные, указать в определении материального события, что изменение материи происходит обязательно непрерывно, привело бы к затруднению в использовании этого понятия. Пункт определения о соответствии материи идеям является обязательным условием для понимания, чем отличается материальное событие от события вообще. Поскольку каждое локальное изменение материи не имеет точного начала и конца, мы можем лишь оценивать, насколько материальный объект или участок в каждый момент времени, похож на некий проект в нашем сознании или на материальном носителе. Наблюдая состояние меньшего и большего соответствия материи идеальному проекту, мы можем определить момент пика, после которого степень соответствия замерла на одном уровне либо только снижалась, и этот момент выбрать началом изменения. Аналогично, когда соответствие новому проекту достигнуто и замерло, либо пошло на спад, этот момент можно считать концом материального изменения. Говоря о материальных событиях, нужно всегда помнить об этом, потому что людям свойственно мыслить о событии не так, каким оно является на самом деле. Мы извлекаем из сложных материальных изменений примитивную абстракцию и мыслим о событии как о чем-то моментальном, говорим о нем так, будто смена состояния произошла за нулевое время. В то же время некоторые изменения материи, которые относят к историческим событиям, длились десятки и даже сотни лет. Речь идет о таких вещах, как завоевание различными странами неких территорий, переселение народов, принятие народами новых религий и прочих подобных изменениях. Таким образом, в зависимости от конкретного случая, разница между тем, как мы говорим о событии и тем, что оно действительно из себя представляет, может быть и небольшой, и гигантской. Следует помнить, что в отличие от истины, материальным событием называется не высказывание о материи, а само материальное изменение, и оно всегда имеет некую продолжительность. Итак, факт – это материальное событие. Но такое определение было бы неполным, потому что при общении недостаточно сообщить собеседнику принципиальную суть некоторого материального изменения, чтобы это стало весомым аргументом. Чтобы использовать знание о факте как надежный источник опыта и опору для доказательства, необходимо расширить определение, чтобы в нем содержалось указание, каким критерием должна соответствовать информация, чтобы быть достаточным описанием факта. Ранее на примере с плодом и яблоками мы уже убедились, что похожие слова могут означать как конкретные предметы, так и предметы вообще, то есть обобщенные идеи множества подобных друг другу предметов. Поскольку факт в научном материализме подразумевается только как конкретное изменение, это нужно указать в определении. Но сначала давайте проясним, что значит конкретное. Под этим словом имеется в виду, что о событии должны быть известны следующие вещи. Первое. Знание об этих предметах должно быть достаточным, чтобы безошибочно выделить их среди всех прочих объектов во Вселенной. Второе. Что именно произошло? Должно быть безошибочно понятно, какое материальное изменение имело место, то есть его описание должно быть таким, чтобы можно было согласно ему выстроить модель и воспроизвести данное событие. Третье. Где это произошло? Должно быть известно точное место, безошибочно определяемое среди всех других мест во Вселенной, чтобы не перепутать это событие с каким-то другим. Четвертое. Когда это произошло? Должно быть отчетливо понятно, как располагалась прочая материя в тот момент, когда происходило описываемое событие. Можно использовать для этого абстрактную общепринятую шкалу времени, календарь и время суток, но в конечном итоге она все равно служит для понимания, как была расположена материя во Вселенной в разные интересующие нас моменты. Давайте еще раз уточним. Всякое материальное событие само по себе конкретно. Например, если я нажал на клавишу клавиатуры компьютера, это событие состоялось. Оно имеет строго определенное время, место. Оно произошло единственным способом, который навсегда остался в истории движения материи. Даже если все, кому было известно об этом событии, забудут о нем, это не отменяет того, что оно произошло именно так, а не иначе. Но как только мы начинаем говорить о событиях, ситуация сразу перестает быть настолько простой. Если сказать «Бенджамин разбил лагерь у реки Миссисипи», это не будет описанием факта, ибо в этом описании имя «Бенджамин» не идентифицирует уникальный объект во Вселенной. Неизвестно, когда это произошло. А также вместо описания конкретных материальных изменений приводится лишь приблизительный намек на то, что произошло в действительности. Из этого высказывания мы не можем знать, переносил ли этот человек сухие ветки в руках, устанавливал ли он палатку, брал ли воду из реки, готовил ли еду на костре. Вместо идеалистических обобщений описание факта должно быть приблизительно таким. В таких-то географических координатах, в таком-то году, в такой-то день гражданин с полным именем таким-то и датой рождения такой-то, имеющий паспорт такого-то государства с данными такими-то, в течение приблизительно 15 минут, начиная с 9 часов 50 минут после полудня и до 10 часов 5 минут после полудня, находясь около места своей стоянки, расположенной на ровной площадке такого-то размера, находящейся между такими-то физическими ориентирами, руками собрал деревянный хворост с земли на восточной стороне от нее, не далее, чем в 20 метрах от приготовленного места для костра, после чего перенес этот хворост в руках к месту для костра. Имея такое описание, мы можем с удовлетворительной для многих случаев точностью воспроизвести это событие хотя бы даже с участием другого человека. По крайней мере, мы поняли, какие материальные изменения имели место, хотя даже это описание является лишь приблизительным и не воспроизводит процесс в точности, как он был. Разумеется, подробное описание факта является крайне неудобным для повседневной речи из-за своей громоздкости, но следует понимать, что прежде чем объявить некий относительно простой набор информации описанием факта, необходимо убедиться, что эта информация является описанием конкретных материальных изменений, а не их иносказательным идеалистическим обобщением. А также, что подробности этого материального события известны с достаточной точностью и что вы должны быть готовыми раскрыть все эти подробности тотчас, когда вас об этом попросят. Если же вы будете выражаться в свободной форме, например, «Питер женился на Элис», то даже если вы уточните, где и когда это произошло, это все еще не может быть квалифицировано как факт, потому что передает лишь общую идею произошедшего, а не конкретные изменения материи, которые имели место в реальности. Только если принять допущение, что брак обязательно был заключен привычным нам современным способом, то мы сможем предположить, что в том конкретном месте в тот день Питер и Элис оставили свои подписи на бумажном листе. Но все же следует понимать, что изначальное сообщение не передает эту информацию, а уже через десяток лет, возможно, общепринятый способ заключения брака не будет включать в себя подписание бумажных документов, что может привести к ошибкам при восприятии данного суждения. В криминалистике факты описываются таким способом, как рекомендуется здесь, потому что он показал себя наиболее эффективным при ведении важных дел, и всякий материалист должен уметь так описывать события. В нашем определении недостаёт ещё одного уточнения. Предположим, что некий человек сказал «Пять минут назад в Кордильерах на таком-то горном пике альпинист Франц в оранжевом комбинезоне уронил на снег ледоруб». При этом рассказчик находится в Австралии и в течение последнего часа не пользовался никакими техническими устройствами, которые позволили бы ему получить информацию удалённо. Сказанное им «по форме и по содержанию» является описанием факта, но имел ли место на самом деле такой факт? Ведь у рассказчика не было возможности узнать о свежих событиях в том месте, значит, он просто фантазирует. Это подводит к мысли о том, что не любое описание конкретного изменения материи передаёт действительный факт. Следовательно, нам нужен некий аналог слова «верное» в определении истины. Аналог, который уточнит, что недостаточно соблюсти лишь правильные форму и содержание высказывания, чтобы передать собеседнику знания о некотором факте. Подходящая для этого формулировка состоит в том, что событие должно действительно произойти. Обращаю ваше внимание, что, как и в случае с истиной, любое конкретное событие в будущем времени является только предполагаемым и ожидаемым, но не случившимся. Поэтому если мы станем называть произошедшее и ожидаемое событие одним и тем же термином, мы нарушим первый закон логики и придём к путанице и парадоксам. Поэтому факт, как и истина, не может быть в будущем времени. Но в отличие от истины, факт также не может описывать и настоящее. Дело в том, что истина может описывать не только события, но и процессы и состояния объектов. Нет никаких препятствий для того, чтобы объект находился в некотором состоянии, то есть имел некий временный отличительный признак в настоящем времени. Но факт — это событие, а событие — это изменение материи, у которого, согласно определению, есть начало и конец. Чтобы назвать изменение материи фактом, следует дождаться его перехода к конечному состоянию, и это автоматически оставляет всё описываемое событие в прошлом. Следовательно, факт всегда описывает изменение материи в прошлом. Теперь у нас есть достаточно представлений о факте, чтобы эффективно оперировать этим понятием. «Факт» — это действительно случившееся конкретное материальное событие. Понятие о факте в его материалистическом значении крайне важно для работы с информацией и, следовательно, для всей судьбы индивида. Как уже упоминалось здесь, один из двух самых надёжных способов получения полезных знаний — это чувственный опыт, получаемый как при простом наблюдении предметов или контакте с ними, так и при проведении специальных экспериментов. Но мир огромен. Мы можем непосредственно наблюдать лишь крайне малую его часть, и в познании мира нам приходится полагаться на сторонние источники — рассказы других людей, книги, статьи, аудио и видеоматериалы. Лишь наименьшее число этих источников будут использовать специальный научный язык, подробно излагающий факты и исключающий личные оценки. Почти всегда познавая мир, мы получаем большое количество информации, изложенной в повседневном речевом стиле. Это значит, что события передаются в иносказательной, расплывчатой и искажённой формах вместо прямого описания материальных изменений. Таким образом, всегда существует риск неправильно понять из рассказа, какие события на самом деле произошли, и из-за этого получить ложный опыт, что приведёт к понижению эффективности индивида при выполнении его биологической задачи. Скорее всего, вы не хотите оказаться в такой ситуации, а потому вам следует уметь находить свидетельства конкретных материальных изменений в тексте, изложенном в свободной форме, а также всегда распознавать формулировки, которые не являются описаниями материальных изменений. Например, если говорится, что конкретный известный нам военнослужащий, находясь в конкретное время на конкретном известном нам стрельбище, выстрелил из винтовки по мишени, то вам следует быть бдительными и немедленно распознать, что слово «выстрелил» является лишь обобщением некоторого комплекса материальных изменений и не описывает сами эти изменения. Если известно, что выстрел был произведён из обычной огнестрельной винтовки традиционным способом, то вам следует заключить, что среди материальных изменений, которые там случились, были такие. Палец стрелка надавил на спусковой крючок и потянул его в сторону приклада. Ударник внутри затвора ударил по задней стенке патрона. Порох внутри гильзы сгорел. Пуля отделилась от гильзы и покинула ствол. Газ, образовавшийся от сгорания пороха, попал в газоотводную трубку. Затвор под действием давления газа отбросило назад до упора и затем он вернулся в исходное положение. Винтовка подалась на несколько сантиметров в сторону обратную направлению выстрела и толкнула плечо стрелка. Разумеется, вы лично не наблюдали, как это происходило, и, возможно, какая-то часть этих событий происходила иначе. Например, затвор отбросило назад не до упора, либо его заклинило, и он не вернулся в исходное состояние. Но следует понимать, что такие случаи являются отклонением от штатного поведения оружия и сообщить об этом ответственность рассказчика. Если он утверждает, что выстрел произошел без особых происшествий, он тем самым передает вам такую картину событий, как было описано выше. Общение несовершенно, ценная информация часто теряется и искажается при ее передаче другим субъектам. С этой проблемой вам неизбежно придется иметь дело всю жизнь. Но, тем не менее, вам обязательно нужно хорошо уметь различать, какие изменения материи стоят за различными иносказательными и расплывчатыми описаниями. Ниже приведены еще несколько примеров, какие факты скрываются за различными формулировками. Примем за данность, что время и место происходящего во всех случаях известно. Конгрессмен Джонс заявил о необходимости увеличения финансирования образования. Конгрессмен Джонс шевелил губами и издавал звуки. Автомобиль скорой помощи доставил пострадавшего в больницу. Тело человека вынесли из автомобиля и перенесли через порог входной двери здания больницы снаружи внутрь. На дороге случилась авария с участием двух автомобилей. Два автомобиля, касаясь колесами поверхности дорожного полотна, соприкоснулись и изменили форму. Ученые в лаборатории сделали открытие. Ничего не известно. Вышла в свет новая книга автора. Ничего не известно. Ранее это означало бы, что в типографии отпечатан бумажный тираж, но в наше время книга могла появиться и в электронном виде. В стране была реформирована система здравоохранения. Ничего не известно. Футболист забил решающий гол. Футболист толкнул мяч некоторой частью своего тела и мяч пересек внутреннюю часть плоскости ворот команды соперника. Экспедиция тронулась в путь. Как минимум один участник экспедиции начал удаляться от условного центра места сборов. Мария влюбилась в Антонио. Ничего не известно. Пара из Франции победила в танцевальном конкурсе. Два человека совершили серию телодвижений на специальной площадке. Самолет совершил удачную посадку. Колеса шасси самолета прикоснулись к покрытию взлетно-посадочной полосы. Затем самолет, не отрываясь более от полосы, постепенно замедлился вплоть до полной остановки, не прикасаясь к сторонним объектам. В производственном цехе произошел взрыв. В атмосфере распространились мощные звуковые колебания и ударная волна. Для того, чтобы извлекать из произвольного текста информацию о фактах, требуется тщательная тренировка правильного описания реальности. В первую очередь нужно упражняться в нахождении примеров неискаженного описания движения материи. Рассуждать следует так. Высказывание «наступила ясная погода», «спортсменка победила в забеге» и «человек умер» являются оценочными суждениями. А высказывание «небосвод очистился от облаков», «спортсменка пересекла финишную черту первой из группы бегунов» и «у человека остановились дыхание и сердцебиение» являются описаниями материальных изменений. Во-вторых, нужно постоянно задумываться, что означает то или иное сказанное вами отдельное слово и выражать его материальными описательными категориями. Один мой знакомый, который пытался развить в себе материалистическое мышление, попытался привести пример истины и употребил в своем высказывании слово «напротив». Когда ему было предложено объяснить, что именно он подразумевает под этим словом, он потратил много усилий и нашел множество версий, которые не устраивали его самого после демонстрации, как они работали бы для разных случаев. Потратив год на попытки, он не смог решить эту задачу и сдался. Чтобы быть эффективными, вам придется избежать участи этого человека. Объяснить слово «напротив» не слишком просто, и разные люди имеют в виду разное, когда используют его, но я приведу здесь один из возможных вариантов. Конкретно в том случае речь шла об автомобиле, который припаркован напротив входной двери дома. Если вы проанализируете свой опыт, то скорее всего согласитесь, что для плоских предметов вроде двери слово «напротив» подразумевает расположение искомого предмета в определенном соответствии с ориентацией в пространстве плоскости исходного предмета. Конкретнее это подразумевает, что отрезок, соединяющий геометрические центры двери и автомобиля будет иметь меньшее угловое отклонение от перпендикуляра к плоскости двери, чем от собственной проекции на эту же плоскость. Это объяснение может быть непонятным для людей, плохо знающих геометрию, поэтому попробую также передать его простыми словами. Если вы встанете на место этой двери и совместите условную плоскость своего тела с плоскостью двери, то центр автомобиля будет располагаться в большей степени впереди от вас, чем в стороне. В этом и есть смысл понятия «напротив». Но при этом, если геометрический центр автомобиля будет располагаться на угловом расстоянии 44 градуса от перпендикуляра к плоскости двери и на расстоянии 500 метров от нее, то технически ситуация будет соответствовать данному только что описанию и все же найдется очень мало людей, которые назовут это расположение автомобиля относительно двери «напротив», даже если представить себе эти предметы на идеально плоской поверхности. Если же вспомнить, что земная поверхность имеет общую кривизну, а также на ней бывают значительные локальные перепады высот, в задачу добавляются дополнительные сложности. Мое предложение таково. Напротив, в данном случае может означать, что отрезок от геометрического центра двери до геометрического центра автомобиля отклоняется от перпендикуляра к плоскости двери не более чем на 10 градусов, и ближайшая к плоскости двери точка автомобиля удалена от этой плоскости не более чем на 30 метров. Это достаточное объяснение, чтобы определить для любого объекта, находится ли он напротив двери, а также чтобы определить все множество вариантов, как любой предмет может располагаться в пространстве, чтобы быть напротив двери. На самом деле, мне больше нравится другое описание понятия «напротив», но оно заняло бы больше места и было менее понятным. В любом случае, каждому человеку будет полезно уметь так мыслить о предметах. Умение грамотно распознавать описание фактов в тексте, а также понимать, какие изменения материи скрываются за иносказательными формулировками, окажет вам ценнейшую помощь. Вы сможете очищать входящую информацию от чужих оценок и будете понимать, что происходило в действительности. Это позволит вам построить собственные выводы. Таким образом, поскольку качество вашего мышления станет выше, чем качество мышления ваших собеседников, вы будете получать из их рассказов больше ценного опыта, чем есть у них самих, хотя они находились ближе к первоисточнику, и ваши собственные оценки фактов и принятые решения будут более адекватными в вашей биологической задаче. Помимо несовершенства человеческой речи, которая искажает информацию при ее передаче, вам придется иметь дело с еще одним огорчительным обстоятельством. Мы живем в эпоху низкоразвитого общества, где большинство людей пока не понимают, зачем нужен здоровый коллективизм, и ими движут эгоизм и тяга к сверхпотреблению. В связи с этим средства массовой информации постоянно подают нам ту версию бытия, которая выгодно или по иным причинам нравится их владельцам. Тоже относится и к книгам, и к документальному кино. Обман и безответственное отношение в современном мире – это повседневные способы коммуникации. Поэтому умение прочитать случайный текст и понять, какие за ним скрываются факты, есть лишь базовый навык, который нужен нам, чтобы быть лучше подготовленными к работе с информацией вообще. Но на практике информация из СМИ, кроме случайных искажений и искренних заблуждений, постоянно содержит прямую ложь, частичное утаивание данных и полное замалчивание важных происшествий. Это значит, что если вы прочитали некоторый текст, нашли факты, которые он передает, и представили себе картину событий, не обязательно такие события действительно имели место, либо, кроме них, случились также другие события, которые сильно повлияли бы на ваш финальный вывод, если бы вы о них знали. Следовательно, хотя умение хорошо распознавать факты все еще очень полезно для вас, рекомендуется при этом очень настороженно относиться к источникам информации и не принимать быстрых решений на основании полученных новых данных, если только обстоятельства не вынуждают действовать безотлагательно, а также не следует спешить возводить эту информацию в статус знания. На данном этапе у нас уже есть представление о том, что такое действительный мир и реальный мир, пространство и материя, время, знание, истина и факт. Это очень хорошие опорные точки для нашего мышления, которые помогут нам хорошо ориентироваться в мире, который дан нам в ощущениях, и выстраивать очень продуктивные рассуждения. Вспомните Архимеда, который обещал перевернуть земной шар, если у него будет точка опоры. Хорошо владея изученными здесь понятиями, вы сможете перевернуть всю свою жизнь и стать участниками общества совсем нового типа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!